Добрый вечер, милые дамы и уважаемые господа. Здравствуйте. С вами Светлана Амельян. Наталья Красова. С авторой проекта «Визба вязальня», где мы обучаемся стремительному освоению вязальной машины. С нуля. Ночью разбуди. Да. Первое, что скажу. Да. Сегодня у нас заключительное занятие. Ну, даже не знаю, назвать его. По свиноводству посвиноводству. Да, 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 по свиноводству. Даже не знаю, назвать это занятие, либо это развлечение, потому что сегодня у нас вязальные посиделки. Кому-то это название не нравится. Они считают, что посиделки – это нечто очень несерьезное, не связанное с обучением. И вообще, вы сами несерьезные, и мероприятие ваше несерьезное. Ну, мы на ней говорим, а мы такие есть. Ничего другого мы никогда не утверждали. Поэтому не попрекнуйтесь. Ну, несерьезные. То есть все вяжут какие-то серьезные вещи, а мы свиньями. Очень нужны брутальные кабанчики. Я знаю, я знаю. То есть, несмотря на то, что я провела опрос среди населения, нужны ли нам свиньи в нашем хозяйстве. Наталья сегодня проводила мастер-класс, и там сказали, «Подари-ка я своим мусульманам всем по свинье». Я, вот честно говоря, даже не знаю, как они к этому отнесутся. Я, на самом деле, я вот по поводу собак. Да, мы собак не запрещаем. Мы их всех, как это, погладить свинку-то одно, съесть другое. Я считаю, что... Нет, ну, слушай, у нас в России не принято собак есть, понимаешь? И поэтому мы их радость нам дарим. Нет, ну, когда мусульманам дарят, или евреям, вот как бы... Ну, что это не люди, они там тоже Новый год, они тоже радуются. Ну, вот не знаю, вот я не знаю. Ответа, на самом деле, мы не получили. Девушки, а давайте, вот кто есть другой религии, те, которые свинину не приемлют. Если, вяжете ли вы этих свиней, и будете ли вы рады, если вам свинью подложат? Ну, это не подложат, а подали. Ну, да, да. Совсем другое. Потому что мы, как люди всех любящие, мне вообще на самом деле без разницы, кто какой религии, кто откуда. Мне главное, чтобы человек был хороший. Но вот вдруг неожиданно возник вопрос, что кому-то эти свиньи могут не нравиться именно по каким-то этическим соображениям. Нет, вопрос о том, что свиньи нравятся поэтическими или не поэтическими, я специально провела опрос. Среди населения около 100 человек проголосовало, 50%, точнее, чуть больше 40% сказали, что свиньи не надо, достаточно. И вообще, как бы, 3 свиньи это уже много, и 3-то много, а еще 4-то вообще перебор просто. Ну, слушайте, нам с ними целый год жить. Да, поэтому надо... Как 3, там, 3 мало, хотя бы 4. Ну, 5-то вообще здорово. А так как нам прогнозируют голодные времена, то свиньи как раз нам вот как бы... Вот по поводу голодных прогнозов, насколько я помню, нам никогда ничего другого не прогнозировали. Нам всегда говорили, что будет кризис, будет все плохо. Запасайте. Ну, вот, поэтому мы решили, что как символ года мы все-таки повяжем этих свиней. И свиньи должны быть разные, на разный возраст. Свиньи для маленьких детей, свиньи для... Для мамы хранителей. Да-да-да-да, для мамы и брутальные свиньи, для тех, кому нужно в семью кого-нибудь привезти еще дополнительно. Вот так, скажем так. Ура, началось. Ура, ура, свиньи. Да-да-да. Дорогие ученики и учителя, поздравляю с наступающим Новым годом, с сегодняшним Рождеством. Всем самого наилучшего, а самое главное – здоровья. А то теперь встретимся после Нового года. Через год. Через год, а в следующем году, да. Светлана говорит, мне тоже нужны брутальные кабанчики. Мне очень понравилась свинка номер три, навязала, да. Два-три кабанчика не хватает. Да, будут у вас кабанчики сегодня. Ну, презентацию мы закончили, вот как бы это наша такая презентация сегодня, а ты можешь идти уже связать свиньи. Собственно, вязать кабанчик? Да-да-да, потому что текущие наши посиделки мы решили уйти от того формата, который мы придерживались, три года, три года. Мы выдерживали его. Мы экспериментировали. У нас было убеждение, что если мы будем видео оставлять закрытыми, то мы будем больше получать отчетов. Но я вам покажу сегодняшние отчеты. И, возможно, это связано с ажиотажем по поводу именно новогоднего сувенира. А может быть, какая-то другая причина. Может быть, оставшиеся в открытом доступе имеют большее количество людей просто увидеть и узнать. Очень много отчетов. И потом в таком маленьком формате, что это не напряжено связать, посмотреть, что же получается. Потому что одно дело смотреть, как вяжет кто-то, и совсем другое связать самому. Может, наоборот, подвиги девчонок вязать больше. Хорошо. Ксения, тянула, тянула. Ты уже откладывала? Думала, что, может, кто-то за тебя свяжет. Да, возьмут за меня, свяжут брутального кабанчика. Вот не вышло мне. Вот, кстати, лежат наши небрутальные кабанчики. Брутальные – это в моем понимании. Может быть, в брутальном, в вашем понимании – это что-то другое. Но мы решили с Натальей не будем с прямо на антонические подробности вытащать. Вот девушка стоять не хочет. Потому что некоторые считают, что брутальные – это прям вот такие признаки, первичные мужские признаки. Вот мы не будем до такого доходить. Все-таки немножко упростим. Ну, это хорошо, когда крючком вяжут. У нас все-таки на самом деле… Нет, я не об этом. Я говорю не крючком, не крючком. Я говорю о том, что у нас простые игрушки. То есть мы не позиционируем себя, как вязание суперсложно. У нас простые игрушки. Они имеют свои плюсы. В том, что они просты, легко вяжутся, легко дарятся. У меня муж мусульманин. Я просила, чтобы нам свиньи не дарили. Но в садик связала, так как слезно попросили. Ну, вот видишь, вот у меня тоже было подозрение, что не все так просто. Свиньи не свиньи, но вот как бы что делать-то. Ну, такой у нас год. Хотим и не хотим. Как бы мы-то все китайцы. Как сказали, так мы и послушно. Свинья так свинья. Так, ну, три у нас есть. Сегодня четвертая. Давайте начнем так. Светлана предупредила вас, что я половину деталей связала. Я связала вот эти детали. Сейчас их держу перед экраном. Так, 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 так. Никак мне не попасть в экран. Не попасть в экран, да. Так, показываю верхнюю часть. Больше просто к ней возвращаться уже не буду. То есть мы вязали квадратики. Ноги. Ноги разного размера. Ноги первые 3,5 на 3,5 сантиметра. Еще квадратики. Это у меня 10 петель и 15 рядов. Вторая пара ног. То есть не одна нога такая, а две ноги такие, две ноги такие. Вторые ноги. Немножко побольше. 4 на 4 сантиметра. У меня 12 петель на 18 рядов. Уши большие, лопоухие, огромные уши. 6 на 6 сантиметров, 26 рядов и 17 петель. И одна губа 4 на 4 сантиметра. Ну, собственно, 12 на 18. Вот такие вот квадратики. Их получается 7 штук. Вот они. Мерки показываю. Поскольку видео остается в открытом доступе, больше к этому возвращаться не будет. Квадратики у меня зашиты уже в треугольники. Вот потому что мы их собираем в треугольник. И из треугольников уже будем наши детальки превращать в объемные. То есть мы из квадратов делаем треугольники. Какие-то будем зашивать, какие-то нет. Все это будем делать на ваших глазах. Поэтому ваша задача связать квадратики. Это первое. Второе. Само тело нашего поросенка. 58 сантиметров на 6. Вот эта деталь. Это первая деталь, которую мы с вами вяжем. Она у меня тоже есть. Вот она. Это всего лишь прямоугольник с открытыми петлями с двух сторон. И вот эту часть уже, как тело, мы будем вязать вместе. Потому что проще связать, чем объяснить, откуда что взялось. Итак, я беру, поскольку это прямоугольник, открытые петли с двух сторон. 50 петель на 25 рядов. Это моя заготовка. В принципе, все уже вязали поросят. И я так понимаю, что не важно, какая у вас плотность, какая у вас машинка. Многие пользуются этим же расчетом. И хуже не становится. Потому что это игрушка, это не вещь, которую мы носим. Посадки по фигуре тут нет. Что-нибудь да получится. В конце концов, провяжите, посмотрите, где у вас что убрать. И исходя вот из этой детали. Вторую мы будем вязать такого же размера, только на 10 петель меньше. В принципе, не важно сколько у вас, берите на 10 петель меньше, не прогадайте. Как ее надевать на иголки и как вязать, это какая-то отдельная тема. Сейчас будем показывать. Но сначала свяжем нос. Нос мы будем вязать по аналогии с кабанчиком номер 2. Беру заготовку, которая у меня есть, убираю половину петель, провязываю 7 рядов и закрываю. Все. Беру вот эту мою заготовку, просто складываю ее пополам. Вот пока Наталья там складывает, у меня вопрос возник. У нас есть проект, на котором мы вяжем носочки. У нас есть проект, на котором мы вяжем из квадрата. Хорошо видно машинку или засвечиваю? Я вижу хорошо. На котором мы вяжем исключительно из квадратов. Вот сейчас идут квадратные посиделки. Поэтому мы вяжем здесь все, что угодно, но лишь бы был квадрат. И у меня вдруг возникла мысль, а не сделать ли проект отдельно по вязанию игрушек? Потому что... Это третье уже. Понимаешь, вот как... Ну смотри, получается, что на посиделках мы будем вязать только одежду. Это не скучно. Мы не зачахнем с тоски. Что мы будем вязать? Так. Я сейчас буду вывязывать нос. У тебя какие-то тени такие странные. Тени очень странные. Я тоже не понимаю, что это. А вот что это такое за тени? Может, откуда что? Я что-то не вижу, откуда за светкой идет. Мне так уже мерещится. Нет, это уже ушла тень. Я беру 50 петель и на каждую иглу надеваю по 2 петли. Ну, кроме первой и последней, потому что это краевые, которые у меня пойдут на сшивание. Их не надо так жестко. Все остальные складываю пополам. Просто на каждую иглу по 2 петли. У меня вместо 50 получится 25. Или 26, если крайне надевать. Ну, в общем, получится меньше. Вот Александра пишет. Я игрушки крючком вижу. За качество 10 штук заказала и довольная говорит. У меня дома теперь большое средство. А на машине вообще прелесть. Раз и готово. Ну, девочки, вот мы умеем и учим других, потому что действительно раз и готово. Но чтобы получился раз, нужно все-таки раз 10 этот раз повторить. Как любое другое действие. Так, пока не начала. Мы будем его делать лицом или изнанкой? Поскольку у него ножки будут разные стороны. Давай изнаночные сделаем? Давай изнаночные. Так, снимаю, снимаю. Переборачиваю. Да-да-да, я за игрушки, за игрушки. Ну, девочки, вот... А хватит вас на год игрушек? Или мы будем сами с собой вязать? Тоже вопрос. На самом деле, идей на игрушки хватит на год. Хватит ли терпения у девчонок на год игрушек? Вопрос, что третий день берем под игрушки? Понимаешь, вот как? Куда его втиснуть-то? То есть мы же не можем все время развлекаться? Я не могу сдвинуть школу, потому что и так там все в притирочку получается. Ну, либо мы все-таки на посиделках вяжем не только полезные, нужные вещи в виде одежды, но и... А как мы делаем по четвергам носочки и шапочки, так мы здесь можем вязать через неделю. Просто мы не будем игрушки приурачивать к какому-то определенному мероприятию. То есть их можно вообще вставлять. В голову пришло, и взяли это, и сделали. Нам же с тобой все равно, что вязать. Нам все равно. Но игрушки, конечно, очень эмоциональные вещи, поэтому, конечно, хотелось бы их больше. Но с другой стороны, к нам приходят люди в основном не за игрушками, а за... Чего ты делаешь? Надо больше спать. Отдыхать надо больше. Да. Вот Новый год будет, будет две недели, будешь спать. Наверное. К нам приходят все-таки не только за игрушками, а как быстро связать. Потому что не все же специалисты, во-первых, не все учатся у нас в школе, не все даже умеют правильно набирать петли. Поэтому, если мы будем только игрушками заниматься, то на том уровне и останутся, на котором были. А здесь, даже если они не умеют вязать, они смогут связать из квадрата какие-то интересные вещи. Потому что и платья, вот мы вязали сколько, и кофточки, даже не нужно уметь рассчитывать проймы и горловины. И что мне нравится, на самом деле, вот я посиделась на платьях и кофточках, у кого вопроса не возникает по расчетам, потому что у меня машинка не такая, сколько петель вы набрали и так далее. То есть всем все понятно. Словом говорю, девочки, а вы ангелочка вязали, его не откроете в этом году? Я в этом году все открою, потому что я практически каждый день открываю какое-то новое видео и выкладываю его в соцсети для того, чтобы посмотрели. Но я не могу открыть сразу все уроки, потому что вы все это не сможете посмотреть, и оно просто уйдет в историю, и вы даже знать не будете, что оно у вас открыто. Поэтому практически каждый день, открывая новое видео, отправляю его в рассылку, отправляю его в соцсети и говорю о том, что вот у нас было такое видео, смотрите и вяжите. Поэтому я ангелочка открою, мы всех откроем. На самом деле ангелочка мы вязали по принципу тряпичной куклы, как его делают из салфеток в основном, но мы можем ангелочка связать и как бы по принципу именно куклы с юбочками там и с чем угодно. Потому что тот у нас был именно по принципу салфетки, салфеточного ангелочка, когда там складывают две салфетки и получают необычную фигурку. Поэтому раз мы приняли решение, что мы будем вязать больше игрушек, то нельзя придерживаться квадрата в прямом смысле, что прямо квадрат и только квадрат. То есть вот такие убавки, как сейчас Наталья делает за счет убавки внутри полотна, за счет пересадки, на самом деле это тоже квадрат. То есть мы не делаем боковые убавки, мы не делаем точные расчеты, мы делаем все на глаз. Поэтому мы считаем, что это квадраты и они имеют прямое отношение к нашим вязальным посиделкам, на которых мы не хотим заморачиваться сложными какими-то схемами, сложными объяснениями. Мы все делаем на глаз, все делаем примерно, потому что что-то получится. Вот на этапе обучения у вас должен быть лозунг такой, что что-то у вас получится. Пробуйте, делайте, ошибайтесь, не ошибайтесь, делайте вывод. Потому что если вы боитесь пробовать, а вдруг у меня не получится, вот я представляю этот страх, а вдруг не получится, я тебя по рукам надаю. А на самом деле никто не узнает, кроме вас, и вы переделали, и у вас все получилось. То есть не надо выкладывать все ошибки. Вот нам послать ошибку можно в качестве консультации и спросить, а что же с этим делать. Не показывайте всем, покажите нам. Я задавала вопрос, не хватит ли нам этих свинок, то есть хватит ли вам года для того, чтобы игрушки вязать. Нужно говорить, хватит, хватит, муки просят, все для них. Так что будут сидеть, посмотрите, сколько навязали свиней. Я думаю, что если будем так продолжать, то да. Так, я свяжу пять. Поскольку все равно получается нос очень объемный, я его сейчас сделаю поменьше еще, потому что нос огроменный. Я сейчас еще в два раза убираю количество петель. Ирина говорит, всем добрый вечер. Очень хочется связать свинку. А так как делаю уроки в мастер-группе, еще плюс марафон, не хватает времени, но обязательно свяжу. Ну, марафон, да, у нас марафон заканчивается 28 декабря, он будет закрыт, поэтому девочки действительно вяжут. Слушай, они такие отзывы понаписали, что никогда не догадывались, что такие технологии можно использовать в обычных вещах. Вот, меня просто это поражает, потому что нам, Наталья, кажется, что то, что мы рассказывали, настолько все само собой. Да, поэтому у нас есть план еще сделать один курс по вязанию шалей. Но Наталья сейчас не успевает, поэтому это будет, не знаю, может быть, в феврале, потому что в январе мы планируем связать безрукавку. Вот, все, кто видели фотографии меня с пряжей, вот мы ее купили, ровно эту пряжу, на безрукавку. Поэтому в январе у нас будет марафон по безрукавке. Условия такие же, как обычно. Для мастер-группы, которая сдала предыдущие отчеты, ну, как бы все четыре отчета по курсу сдала, марафон бесплатный. Для всех остальных марафон будет платный. То есть мы решили не делать этот марафон с непредсказуемым результатом, так как мы его уже анонсировали, а вот какой-нибудь другой посмотрим, может быть, что-нибудь вяжем такое, скажем тему, но не скажем, что вяжем. Очень мне нравятся эти марафоны непредсказуемые. Ну, понимаешь, знаешь, когда человек со злобой пишет и говорит, что знала бы, что это будет шапка, никогда бы не пошла, ну, вот как бы, ну, что сказать? Ну, не ходите, вот, как бы, вы потратили там моего два часа моего времени, а я вот как бы какую-то шапку связала. Ну, знаешь, вот просто выбивает из этого. А чем вы таким серьезным были заняты, что у вас нет времени научиться вязать на машине, поэтому вы ходите по бесплатному марафону? Для того, чтобы повеселиться, поиграть, то есть писать, ну, не знаю, я таких людей не понимаю и стараюсь на них сильно не концентрироваться. Итак, четыре ряда провязали, еще... Пишите за вопрос, пишите его внятно, потому что, когда мне ставят непонятную какую-то аббревиатуру и потом вопрос, то я не понимаю, что это. Я вот как бы по птичьему-то не умею разговаривать. Пока Наталья тут собирает, я попробую все-таки показать свинок, потому что я свинками очень горжусь. Так, я сейчас делаю убавки через одну, провязываю один ряд для того, чтобы сборочка была хорошая, чтобы не было мешка на кончике носа, хотя мы все равно его закроем, но чем меньше мешков, тем лучше. Нет, так я могу, вот пока ты тут дергаешь... Ой, что это? Кто-то показывает, что-то. И... Что ты тут? Нужно что-то? Все, пересаживаешь, пересаживаешь. Да, я просто пересаживаю, сейчас продеваю нить рабочую через все петли, и на этом мы одну часть закончили. Хорошо. Я показываю тогда про свинок. В прошлый вторник мы связали свинку номер 3. Я начинаю с номер 3, потому что она была у нас самая-самая эмоциональная. Вот посмотрите, сколько свинок навязали по этому уроку. Урок был один, а свинки у всех получились разные, но очень веселые, и все в юбочках. И все улыбаются. И все улыбаются. Это просто чудо. А потому что вяжут только девчонки с хорошим... И даже было несколько мальчиков. Вот Любовь прислала, у нее не просто мальчик, а у нее кукла, которая пошла на каток с коньками. Тут и коньки, и со скрепками, и ничего только нет. Да. Вот. И Оксана это вот заключительное было. Потом свинка номер 2. Свинка номер 2 пользовалась меньшим спросом, но тем не менее тоже несколько этих свинок прислали. И самое больше всего понравилась эта свинка, которую под ником Денис Редис, но на самом деле это мама, оказывается, вяжет. Вот. И эту свинку тоже сегодня только прислали. И свинка номер 1 больше 33 отчетов. Вот. Я просто в шоке, потому что у нас ни одного отчета не было в таком количестве, чтобы столько свинок прислали. И это может объясняться тем, что модель позитивная очень, а может объясняться тем, что эти свинки нужны для Нового года, и поэтому они будут пользоваться спросом ровно потому, что нужно все равно какую-то игрушку придумать и что-то подарить. Быстрая и симпатичная. Да. Да. И поэтому вот я просто замарилась сегодня, дополняла эти слайды. Вот 33 свинки. Ну и напоминаю, что если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, ставьте лайки, делитесь, нажимайте кнопочки соцсетей, а я передаю Наталье, что она тут такое навязала. Так, ну собственно, продела просто пробочую нить в открытой петле, получила вот нос как нос. Вот еще раз возвращаемся к первой свинке, нос точно такой же. Теперь мы с вами переходим вот эту часть. Закончили вот эту. Переходим на тельце. Я сказала, что у нас 50 петель, добиваем до, делаем убавки 1 треть, половина 1 треть. То есть делим 50 петель на 3, примерно, не надо там до петелечки, примерно. Сейчас булавками подкалываю и сейчас будем делать сборку. Естественно, у нас получится меньше, чем 40 петель, поэтому как поступать, сейчас буду показывать. Так, складываю, или не складываю, просто беру булавки и третий, третий, примерно. Не надо тут до петли, это никому не нужно, потому что это... Ну вот когда я спрашиваю, сколько петель и сколько чего, вот как бы это в расчете того, что должно быть точное количество петель. Вот сколько у тебя? 50 делим на 3, это сколько петель? И вот столько и делаете. Понятно. Вот сколько у вас получилось? Вот сколько получилось. 25, да? А 18, так и 18. Вот сколько получилось. 50 делим на 3. Я даже тоже не могу разделить, уже умеет. 16 и 66 в периоде. Ну, мне все равно. Ну, в 16 я не буду отсчитывать здесь 16 петель, потому что, еще раз, это не суть. Суть в том, что по краям мы убираем каждую третью петлю, в середине мы убираем каждую вторую петлю. То есть, делаем присборку посередине хорошую, а по краям так себе сборочка. Поэтому вот треть. Одна петля идет на сшивание, она остается целая. И поехали. Вторая на иглу, третья на вторую иглу. Одна петля, одна игла, вторая петля, вторая игла, петля и вторая петля. То есть, петля, игла, одна петля, игла, две петли, игла, одна петля, игла, две петли. Сейчас я вас еще и запутаю, как следует. Вот я умею. Это делать я люблю и умею путать всех. Так, дошли до булавки. Вынимаю булавку. И теперь до следующей булавки я убираю по две петли на каждую иглу. То есть, середину я делаю очень жесткую, такую вот хорошо присборенную. Мы решили не делать отрезного поросенка, как номер два, когда голова отдельно, тело отдельно, потому что там конструкция не позволяла. Здесь она позволила нам делать цель навязанного поросенка, поэтому используем совершенно другую выкрытку. Получается гораздо меньше петель. Вот они. Дошли до второй булавки. Убираю. И теперь каждую третью петлю убираю. Одна петля, одна игла, вторая игла, две петли. Ну, я хочу сказать, что игрушки – это очень эмоциональное занятие. И если вы видите, что кто-то вяжет спицами, то вот ровно по этой же выкрытии вы можете вязать и на машинке. Швейные тяжело переносить, а вязанные, ну, крючком еще тяжело. Ну, крючком тяжело, но на самом деле, если вы понимаете, что любые прибавки – это вот то, что вы можете сделать в виде убавок, вот у них прибавки идут, а вы можете в обратную сторону сделать убавки. Поэтому здесь нужно просто понимать вот эти приемы, как они соотносятся. Это как словарь. Как переводится это слово на иностранный язык. И будет точно так же этот прием, который дается в вязании крючком, как он переводится в машинное вязание. Если вы поймете это, а на самом деле это не так сложно, то вы легко сможете переносить все эти вязанные игрушки в другую тему. Она пишет, что у меня получилось две в одном. То есть я так понимаю, что две свинки в одной получилось. Но они можно комбинировать, конечно. Итак, у меня здесь ровно 30 петель. Я сейчас посчитала. 15 пар, то есть 30 петель у меня получилось. Из 50, то есть я убрала 20 петель. А добрать мне нужно до 40. То есть мне нужно плюс 5 с одной стороны и плюс 5 с другой стороны. Как я буду добирать? Да очень просто, любым наборным способом. Вот мои петли, вот у меня. А любым это сколько в наборных способах? Можно на открытые, на набросовые нити, а можно объем. Я на самом деле ленюсь, поэтому объем делаю и на сильвере тоже. Но у меня сильвер имеет круглые щетки, они мне позволяют в вольности всякие. Те, у кого круглых щеток нет, у тех, конечно, есть достаточно жесткое ограничение, они могут работать только с бросовой нитью. Так, 5 петель. Раз, два, три, четыре, пять. Добираю. И провязываю ряд. Можно было одновременно с другой стороны, но данная игрушка нам позволяет один ряд делаю следующим. Раз, два, три, четыре, пять. Делаем набор в обратную сторону, то есть я добрала до 40 петель нашу игрушку по бокам. То есть середина у меня была достаточно широкая, она собралась в кучку. Мы добрали до 40 петель, вяжем столько же, сколько было на основной детали, 25 рядов. Раз, два, два. Жордин пишет. Добрый вечер, вырвалась к вам наконец-то. Три, четыре, девять, 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 девять. Двадцать пять. Сейчас я провязываю двадцать шестой ряд. И срезаю полотно, потому что мне нужно сделать ну все как мы делали на первом поросенке, у бабочки, чтобы задняя часть, попа была круглая, а не собранная в мешок. Поэтому сейчас будем оформлять по принципу первого поросенка. Срезаю полотно. Можно два ряда, можно набросываю нить. Я все делаю аккуратно и прям сию минуту, поэтому срезаю. И убираю каждую третью петлю. Слушай, а вот то, что ты сейчас проговариваешь, у тебя в схеме не написано, да? То есть они должны смотреть каждую твою петлю и ловить момент, когда ты говоришь, сколько петель, где ты убираешь, да? То есть в схеме у тебя не написано. Все, все написано. Вот, я сейчас отпустить не могу, но внизу убираем каждую третью пять рядов, потом мы убираем каждую вторую четыре ряда и закончили на этом. Хорошо. Ну, просто у тебя умножить на два, умножить на три. То есть я воспринимаю, как увеличить? Нет, все делю. Умножить, делить, какая разница. Сын, у меня не слышит, это хорошо. Ну, вот, знаешь, некоторые мастер-классы бывают в PDF. Вот как бы вот, если ты записывала в PDF, то ты бы... Я бы словами, может быть, частично написала, и схема была бы более... Ну, на самом деле, когда мы видим уменьшение, минус одна треть получала. Получилось бы так. И схема была бы нарисована более подробно. Я просто не знаю, в PDF пишут сантиметры или указывают свои все-таки петли и ряды. Насколько там это важно? Потому что расчет... Либо указать свою петельную пробу и сантиметры. Елена Павловна, здравствуйте, дорогие Наталья и Светлана. Сегодня удалось участвовать вживую на ваших посидорках. Я за игрушки. Была бы счастлива, если бы вы только их и вязали. Гений машинного вязания Елена Павлова, конечно, нам говорит, что нефиг вам вязать какие-то платья-кофты, вяжите игрушки. Вот вяжите то, что у вас хорошо получается, да? Ну, это логично. Ну, логично. Потому что, действительно, они приносят эмоции. И мы никогда не будем говорить, что мы великие мастера по дизайнерским каким-то изделиям. Да, потому что всё, что мы хотели связать, мы уже связали. И вот вымучивать из себя что-то такое, вот правда, вот душа не лежит. Поэтому мы… Ну, да, не серьёзное дело. Ну, ну, нам нравится. Вот как бы, ну, нельзя, чтобы все брели не нравятся. Ну, слушай, нельзя вязать всё со сдвинутыми бровями. Если сию минуту нам заставляют удовольствие, вот такое изделие. Потому что отдушина нужна всем. Какие бы мы ни были серьёзные, какие бы мы ни были все из себя такие деловые, нам всё равно нужно где-то отдыхать и улыбаться. Вот мы улыбаемся таким способом, и чего и вам желаем. Пока нам это нравится, мы будем это делать. И я думаю, что вам самим нравится. Ну, вот Елена пишет, на них, на игрушках, кстати, можно тоже научиться многим приёмам вязания. Спасибо за ваш проект с наступающим Новым годом. Спасибо большое, Елена. Мне очень нравятся ваши отчёты, мне очень нравится, что вы в каждом мастер-классе пишете благодарность, ну, в смысле, в каждом отчёте пишете благодарность о том, что спасибо за мастер-класс. То есть некоторые выкладывают у себя, вот смотрите, что я связала. Что я придумала, некоторые даже придумала. Елена обязательно пишет благодарность. А это на самом деле не уничижать человека, а наоборот. показывает, что человек уважает чужой труд. Да, он учится, да. Поэтому уважение вызывает тоже и сам. Так, что у меня там, пять рядов? Провязываю шестой, срезаю. И убираю каждую вторую. Почему шестой провязываю ряд? Потому что я его тут же распускаю в процессе сборки и надеваю каждую петлю. Анна говорит, по славянскому календарю, следующий год, год парящего орла. Ух ты! А вот китайцы празднуют год свиньи. Ну, как говорится, рождённый ползает, да, вот летать не может. Ну, вот почему-то мы орлом не заинтересовались. Вот девчонки, а чего нам раньше-то нет? Нам бы, мы бы за два месяца бы и тех, и других связали. В орлов точно так же бы стаю навязали. Жажина говорит, у меня комп сломался, не могу уроки смотреть. В этом году курс не закончу. Эх! Ну, что делать-то с телефона, да. С телефона, к сожалению, наш курс не посмотреть. Потому что наши уроки идут с кодами доступа индивидуально на компьютер каждому по отдельности. То есть даже на другом компьютере уже не посмотреть. Но у вас будут новогодние праздники, на которые вы сможете связать всё, что вам хочется. Тут главное, чтобы комп починили, чтобы не получилось так, что вся страна отдыхает вместе с компьютерными мастерами. Так, сейчас я надену, мы, собственно, скоро закончим. Так, она говорит, девчонки, привет. Светлана Наталья, неужели Нева, Нева, подумалась... Нева, она и есть или что? Нет, вот как-то она так написала. Неужели Нева, подумалась, приобреталась, крутая, как вы про нас забудете. Вот, слушайте, девочки, ну запятые-то ставьте где-нибудь. Неужели Нева? Ну, конечно же, Нева. Мы же квадратные сделки вяжем на Неве. Приобреталась крутая машина, Нева, Silver 840. Так она у нас параллельная. У нас две машины параллельно были. Не то, что она приобреталась. Просто Наталья вязала на Неве больше, чем на Silver. Сейчас я вяжу на Silver. Нева, честно говоря, я думала, что я никогда не заброшу, но сейчас она у меня стоит в коробочке. Я ее сильно люблю, но отрываюсь, когда прихожу к Светлане и вяжу у нее. У меня Silver стоит, он привязан, и поэтому я ему пользуюсь. В принципе, мне все равно, на чем вязать. На Silver вяжу на Неве. Кстати, Тамара говорит. Добрый вечер. Увы, не увидела опрос по тому, что хотим связать. Я хотела бы платье. Ну, платье все захотели, но я вам говорила, что у меня была целая трагедия, потому что у нас был огромный план на этот марафон. Мы придумали много-много всяких мероприятий, но, извините, платье нам никто не прислал. Проводить увеселение без основы, вот как бы совершенно не хотелось. Я записала видео такое печальное о том, что я очень-очень сильно огорчена, ровно потому, что когда говорят «хочу-хочу-хочу» платье, но, девушки, вы не голые ходите, чтобы вам все равно, какое платье. То есть вы хотите какое-то определенное платье, ну, так и напишите, какое платье вы хотите, и мы его свяжем. Но, к сожалению, за месяц ни один человек, нет, один человек прислал, но человек, она мне написала, что я голосовала против платья. Но, как бы, раз вы хотите, вот как бы, вот вам что можно связать. Поэтому ни один человек, который голосовал за платье, ничего не случилось. Я очень была этим расстроена, очень. Поэтому платье, если вязать на марафоне платье, то, конечно, платье можно было бы связать какое-нибудь очень красивое. Мы с Натальей, вот говорю, что мы готовы были выполнить любой ваш каприз, вот какой, с косами, там не с косами. Понимаете, за месяц можно любое платье связать. Ну, вот я говорю, что никто это платье не прислал. У нас с Натальей вкус своеобразный. То есть мы, как люди, которые любят получать удовольствие от процесса, иногда идем во время… Увлекаемся. Да, 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 увлекаемся. То есть останавливаемся, делаем там три шага назад и начинаем заново. Потому что… А хвост? Ну, хвост. Хвост девочки… Ну, давай. Или что? Сейчас не успеем же, что ли? Успеем, да. Хвост, хвост. Я, на самом деле, хвост тоже связала. И вот… Ну, с желанием прям надо, чтобы я продублировала этот хвост. Томара говорит, видео посмотрела. Классно, вы все разнесли. Да я вот такая, вот понимаете, я вот такая. Я, ну, как сказать, говорю, что думаю. Потому что все-таки мы занимаемся с Натальей тем, что нам нравится. И мы действительно хотели, чтобы нашу радость разделили с нами. Но оказалось, что никому это не надо. Поэтому, ну, как говорится, раз не надо, так и что? Мы сами повеселились. Будем вязать безрукавку. Вот. Если вы ждете на наше усмотрение, ну, мы будем вязать безрукавку. Мы платье не любим. Вот. Ну, есть такая вот проблема у нас. Не любим мы платье. Поэтому мы хотели сделать это для вас. Так, я вяжу хвост. Набираю не менее 15 петель объем. То есть здесь не нужны открытые петли. Провязываю. Раз. Два. Отрезаю нить. Вот. Подлиннее. Виктория, ну, это вообще. И снимаю на нить. А я прохлопала этот вопрос. Если еще не поздно, то хочется связать платье со свободными драпировками вверх. Поздно. Снимаю на нить. Снимаю на нить. А бедра ворчат. Добрый вечер. Ну, вот как это. Все задано наоборот. Виктория, вы опоздали, к сожалению. Опрос был в начале. В этом году платье вязать уже не будем. Опрос был в начале декабря. Не помню, там какого-то 3 или 5 декабря. Или вообще до этого даже. То есть я его проводила два раза. Потом еще записала мотивационное видео о том, что давайте присылайте свои платья. Но, к сожалению, вот никто на это не прореагировал. Поэтому мы с Натальей, вот еще раз повторю, что мы 3 года закрывали видео. Думали, что это принесет пользу. Потому что если у человека что-то отнимать, то он ровно к этому будет стремиться. То есть не давай детям курить, они будут курить. Если ты им разрешаешь курить, то они как бы покурили, попробовали. Поняли, что это тошнит от этого и перестали. Поэтому мы решили, что мы идем, поменяли свои отношения. Решили, что не будем больше закрывать видео. И точно так же мы поступили с марафоном. Мы сказали, что каждый раз 2 года мы уже вяжем марафоны по нашему усмотрению. И мы дали вам детям волшебную палочку в руки. И давайте, творите. Что хотите, то и свяжем. Ну и оказалось, что все хотят палочку. Но когда эта палочка у них в руках, то они не знают, что с ней делать. Поэтому мы провели эксперимент и поняли, что не стоит это делать. То есть есть моменты, в которых свобода, наверное, все-таки еще рано. Так, а мы тем временем закончили, собственно, все детали. Вот они, масса-масса деталей, которые мы сейчас будем с вами собирать. Сейчас я уберу брусовую нить. Марина пишет. Только в ноябре был марафон по платью, и не так много было желающих. Да, вот именно что. Понимаете, у нас уже платьев было столько навязано, и не стояла очередь. Марафоны были бесплатные, и очередь не стояла. Вот чтобы кто-то там прямо рвался и хотел это срезать. Поэтому, ну... Платье – это какое-то волшебное слово. Ну, как только доходит до дела, ну, кому-то надо. Вот, Рома, вот этот фасон я не хотела. Ну, что делать? Я хочу какое-то платье. Ну, вот точно не такое. А какое я хочу, я не знаю. Да, вот это как раз то, что есть. Мне кажется, что сейчас платье найти просто не проблему. Ну, волшебное слово. Тамара говорит, у меня программа «Дизайн КНИД-8». Осваивай потихоньку. Ну, здорово было бы с кем-то пообщаться. Наталья, с тобой можно пообщаться по «Дизайн КНИД-у»? Ну, пообщаться на какую тему? Просто пообщаться по дизайну или задать какие-то вопросы? Что вы хотите? Нет, ну, вот вопрос, понимаешь, тот же вопрос заключается в том, что любая программа, что «Книг Стайля», что «Дизайн КНИД» имеет какие-то нюансы. Сплошные нюансы. Вот, которые вот так вот видны. Наталья готовит видео по сравнению «Дизайн КНИД» и «КНИД Стайлер». И обещает сделать это к четвергу. Поэтому вы сможете посмотреть. Но самое главное в этой программе в том, что она за вас не делает. Она помогает, но за вас каретку не двигает и выкрики не придумывает. И не придумывает за вас модели, которые связать. Поэтому вот, если вы думаете, что мы еще про «КНИД Дизайн» расскажем немножко, чуть-чуть позже, когда будем тут сшивать. Поэтому в январе у нас стартует курс по «КНИД Стайлер», который мы обучаем за 5 дней этой программе от и до. А дальше мы начинаем эту программу уже применять в своем обучении. Поэтому мы ее поставили вот так вот, чтобы можно было в короткое время освоить. У меня вот столько массы-массы деталей. И сейчас я буду напрягать Светлану, потому что вязать мы больше не будем. Видели, я Машеньку убрала. У меня масса вот этого всего добра. И сейчас мы из них будем делать брутального свина. Для начала сшиваем основную деталь. Определяем все, где у нас лицо, где изнанка. Пока решили, что у нас изнанка – это будет лицо, поэтому изнанкой внутрь будем сшивать. Потом вывернем, и у нас оно окажется лицом. Вот такая вот, видите, сверху шарик снизу. Слушай, а ухи-то у тебя все лицом связаны. А мы сейчас вывернем. Думаешь, можно? Да, вот они. Они же не зашиты. Вот. Все квадрастики можно выворачивать. Они, конечно, подпарены, чтобы имели форму. Уши я не подпаривала, потому что они в запаренном виде превращаются в тряпы. А так они будут, как настоящие свинские уши, торчать лопухами. Торчком. Так, я зашиваю. Кроме небольшого отверстия, вот здесь вот посерединке это будет пузико. Вот оставлю немножко для набивания. Светлана тем временем будет выворачивать все детали. Вот они. И зашивать? И зашивать уши. Вот две самых больших. Вот видите, одну я вывернула. Их надо просто зашить, чтобы не было отверстия. Потому что уши без дырок. Вот это вот ухо, это боковая часть. Именно как она там называется? Гипотенуза. Это та часть, за которую мы будем пришивать. А катеты у нас должны быть зашиты. Вот пока я занимаюсь сшиванием одной детали, Светлана мне сейчас соберет ушки. А как это? Просто иголкой зашить? Просто иголкой, да. А давайте мне это вот таком. А ты чем зашивать? Я крючком буду зашивать. А вот есть нить. Можешь вот этими же и зашивать, которые тут к вам додача. Так. Так, а надо для начала все это сколоть. Ну, если не мешать. Виктория говорит, великая проблема найти платье. Ну, девчонки, интернет-то полон платьев. Вопрос-то в том, что за месяц, за неделю не могли платье найти, которое нравится. Наверняка просто вот это как... Так, а на самом деле... Есть какая-то идея, которая вам не дает покоя. Вот эту идею надо было прислать. Потому что все равно то, что нравится вам, это не значит, что вам будет нравиться другим. Скорее всего, будет проголосована какая-то другая. То есть платье, может быть, и не ваше. Но никто в том, что... Ну, на самом деле, чем больше народу, тем меньше шансов прийти к консенсусу. Как раз там начинается. Мне это не нравится, это мне нравится. В общем, и через... Слушай, консенсус всегда можно найти. Как мы проводим голосование по итогам наших посиделок? Ну, если 15 изделий, то выбираем из них 2 или 3. Потом из 3 выбираем 1. То есть всегда можно... Сужаем, сужаем. Знаете, как в Америке происходит голосование? Вот так же. Сначала выбирают тех, кто будет голосовать, а потом эти голосующие голосуют. Поэтому вот примерно такая же методика у нас. Сужаем, сужаем, сужаем поле голосования. И все, и выбираем. Так, вот я одно ухо зашила. Нитки не выворачиваю или выворачиваю? Не, не выворачиваю. Так, ноги не зашивай. Покажи мне, где ноги? А все ноги. А, остальные ноги. Вот губа еще у меня... Так, а где нитка? Какая? Вот, ничего нету. У меня же была одна... Один уголок был отмеченный веревочкой. Так, раз-два. Ну почему? Почему? Он завалялся на диване. Нет, у меня все не хотели зайдеть. Ну, придется искать... Ну, у меня там другие дома, поэтому... Вот, я не знаю, коты не пропикаты. Раз-два. Нет, раз-два, раз-два. Да, где-то лежит. Я его принесла. Где-то должно лежать еще одна деталь. Нет, здесь нет. Слушай, ну давай свяжем, в правильном случае. Ну, вот как бы, не работает. Мы же не смотрели сегодня. Мы не смотрели, мы тоже смотрели, мы ее мерили. Мы не примерили. Может, она приходит так скользенько? Другая, вот, у тебя там нет. Ну, давай не переживай. Я буду пришивать глаза, а ты свяжешь это, все, что остается. Ну, ладно. После глаз свяжем. Так. Так. Одно ухо, второе ухо. Второе ухо я делаю. Да. Лапки пришивать не надо, хвост пришивать не надо. Реднева говорит, еще надо, надо, еще как надо. Да, вы такие зажигалочки, так держать. Спасибо большое за зажигалочек, потому что, действительно, нужно заниматься тем, что нравится. Вот, чем меньше занимаешься тем, что нравится, мы с Натальей, когда выбирали, чем будем заниматься, то, если вы не знаете, что я любитель валяния, точнее, была любителем валяния, потому как в настоящий момент у меня на это просто не остается времени, все силы уходят на администрирование. То есть, как бы, для моего творчества осталось уже придумывание вот этих вот игрушек, причем их надо не просто придумать, а ее надо подумать, как она будет вязаться. То есть, я накидываю какую-то схему, которую Наталья потом превращает уже в окончательный вариант. И вязать у меня совершенно, и валять у меня совершенно нет времени. Но когда мы выбирали, то стоял вопрос, а кто будет чем заниматься? То есть, если мы будем заниматься валянием, которое мне очень нравилось и которое у меня очень получалось, то вопрос, кто же будет тогда администратором? Наталья говорит, я вообще ничего не понимаю, ни в этих соцсетях, ни в рассылках, ни в чем. Тогда ты будешь заниматься всем этим одна. И мы поняли, что вдвоем нужно как бы наступить на горло собственной песни, заниматься тем, где ты нужен. Значит, у меня недавно книгу, поинтересно, прочитаемую. Сейчас я отвлекусь немножко. Вот здесь вот у нас ступенька, которую мы с вами вывязали. Сшивайте не прямо по ступеньке, а чуть-чуть вот под бочок. То есть, немножко вбок вот так вот зашиваете эту ступеньку, чтобы она не была углом. Вот. И довязываем до отверстия технологического. Я там книгу прочитала очень интересно. И в ней была, ну, как бы вот такая цитата, которая мне очень запомнилась. У мужчины была проблема в том, что он очень известный ученый, но оказалось так, что было построено, что его никуда не принимали. И вот он, в общем, ходил, и нигде его не берут. То есть, он гениальный хирург, а его никуда не берут. И вот он месяц ходит, два, вот куда не пойдет, но нигде его не берут. И тогда ему, его старый друг сказал, если ты не можешь найти себя, иди туда, где ты нужен. То есть, если ты сам вот не знаешь, чем тебе заняться, иди туда, где ты нужен. Он пошел с хирургом в какую-то там поликлинику, в больницу какую-то. И как бы растел заново, потому что там к нему со всего мира стали люди приезжать сразу же. То есть, если с чего-то начать хотите, то начните с чего-то, вот просто с чего-то, либо то, что вам нравится, либо то, что очень сильно востребовано. Вот мы решили, что машина вязания на тот момент, когда мы этим начинали, оно было не то, что не востребовано, оно было не развито, абсолютно не развито. И поэтому то, чем мы занимались, мы занимались с огромным удовольствием, и сейчас появилось очень много, ну, я бы не стала говорить подражателей, последователей, которые действительно много умеют и могут научить. Но вот так как мы, когда не платье, а всякую ерунду, типа брутальных свиней, ну, вот как бы таких людей мало. Потому что на это нужно свободное время и нужно большое желание, чтобы раз за разом, раз за разом, день за днём придумывать это. Потому что вы же понимаете, что это не продажные вещи. То есть, за сколько можно эту свинью продать? Вот, не знаю, за 100 рублей, наверное. То есть, ещё нужно рекламу сделать, чтобы её продавать. Людмила говорит, а девочки многие делают видео-вопрос. Видео-вопрос-ответ, или ещё называют болталки. Можно попрактиковать. Я не очень понимаю, что такое вопрос-ответ. То есть, это как бы ответы на вопросы, если... Это я понимаю. А болталки... А мы с вами болталками и занимаемся. Если у вас есть вопросы, так вы задавайте, и мы как раз это всё обсудим. Вот, между прочим, мы хотели рассказать про программу Книд Стайлер и дизайн Книд. И я сейчас тогда как раз... А у вас, если есть вопросы, задавайте. Потому что, ну, на самом деле, занимать час времени и говорить ни о чём, я, например... Я могу рассказывать истории своей жизни о прочитанном там и прочем. Но будет ли вам это интересно или нет? Вопросы нам девчонки задают и так регулярно в письмах. То есть, мы отвечаем всегда всем лично. На посиделках, в мастер-группе, когда у нас идут вебинары, нам тоже спрашивают. То есть, мы... И так ещё и когда... Когда я вижу вопрос... Я сейчас буду набивать поросёнка. Когда я вижу вопрос, который написан под видео, и... А ответьте на это. Ну, слушайте, приходите на мастер-класс, и мы там вживую ответим. Нет, у меня на это нет времени, а вот вы мне здесь ответьте. Ну, как бы... Ну, нет у вас времени, а у нас нет времени на то, чтобы тем, кто не хочет систематически учиться, отвечать на какие-то вопросы. Напоминаю, что в четверг у нас тоже посиделки, которые называются одёжки для ножки. Следочки и носочки для сына и дочки. Это я вот так придумала, чтобы вот как бы в рифму было. И 27 декабря мы с вами будем вязать очередные носочки. Так что не забывайте. Наталья тем временем... Я просто набиваю. Напихиваю, напихиваю. Туго напихиваю и зашью дырку. Вот всё. Вот этим я и сейчас буду в ближайшее время заниматься. Вот. И вот этот проект вязания носочков, он возник у нас совсем недавно. Мы всего связали двое таких носочков. Ну, как бы... Это даже не пара называется, потому что мы по одному носку вяжем, мы много не стали вязать, нам они не нужны. Это как бы исключительно для образца. Но в остальное время мы вяжем, точнее, в течение года мы вязали шапки. Это вот несколько шапок из того, что мы навязали. Мы навязали 50 шапок. Вот мы справили юбилей. И на юбилей мы с вами закончили, потому что в этот раз у нас будут уже носочки. То есть у нас будет 3 носочка и 50 шапок, которые мы связали за этот год с начала декабря. Так что мы решили, что свяжем, пожалуй, 100 шапочек, а там дальше посмотрим, что у нас там получится. Ну, а я могу рассказать о курсе «Книдстайлер» за 5 дней, который мы стартуем в январе, 11 января, потому что этот курс рассчитан на... Он очень маленький, всего 5 уроков, и они не вязальны, они направлены на то, чтобы познакомить с возможностями этой программы. Мы знакомимся с возможностями, а потом начинаем их применять уже в вязании. И для прохождения курса в нашем формате, то есть это не программа «Книдстайлер», которую нельзя смотреть с телефона. Это наши уроки, которые можно смотреть, как и все уроки мастер-группы, только с компьютера. То есть это уроки, которые кодируются, и мы даем код каждому персональный для определенного компьютера. Курс подходит как для машин с нитеводом, машин без нитевода, а также спицы. Для многих это тоже оказывается неожиданным, потому что спицами, кто вяжет, в основном делают выкройки на натуральный размер, по всему полу раскладывают и так далее. И прикладывают. И прикладывают, да. Вот здесь, если вы понимаете, с каким размером, то есть с какой плотностью вы вяжете, вы можете это все делать и в программе Книд Стайлер. То есть заносить туда выкройки, заносить туда размеры, мерки и выкройки. И вот что это мы такое делаем, какую-то грушу набиваем? Ну, набиваем туго, потому что это тело поросенка, и мы должны его набить. Там вот посмотри, в каком ты его находишься. Я же... Ну и чем отличается у нас программа Книд Стайлер от сервисов выкройек, потому что очень много сервисов этих существует. Сервисы, они простенькие, а это целая программа, которая позволяет... Простенькие, это что значит простенькие? Пять выкройчик лежит, либо какой-то простой уголочек, кто-то что-то... А 1 января встречаемся? Ой! Мы хотим отдыхать. Не знаю, поднимется и палец поднять, чтобы нажать кнопку на компьютере. У меня точно не поднимется, поэтому не встречаемся 1 января. Так вот, чем отличается Книд Стайлер от сервисов выкройек и прочих калькуляторов пряжи и прочего? Они очень маленькие, рассчитаны на малое потребление. То есть выкройки по образцам, простейшие какие-то фигуры, и все это по минимуму. Ничего не хранится, ничего нельзя никуда переслать, сохранить. То есть это такие одноразовые сервисы, которые очень удобные, и ими с удовольствием девчонки пользуются. Говорят большое спасибо, потому что выручили, спасли, помогли. Но это не то, что нам поможет вязать, потому что кроме того, что этот сервис поможет нам посчитать выкройку, либо по образцам, либо какую-то очень простую, он больше ничего не делает. Вот что делает программа Книд Стайлер? Это округление до сотых в петельной пробе, вязание по образцам и моделирование, наложение узоров на выкройку, комбинирование узоров, хранение и создание узоров, отслеживание процесса вязания по рядам, по петлям, хранение выкройка на себя, внесение изменений на любом этапе, возврат к процессу в любое время. То есть вы можете остановиться, потом вернуться, и с этого же момента машину настроили, вяжете дальше. То есть оно у вас сохраняет ваше это. И отправка готовых выкройка и узоров, то есть вы можете ими делиться. А что мы делаем? Саша, это точно не темно? Вот у меня такое ощущение, что темно. Темень полная. То есть я думала, что это мне уже кажется. Вот так вот классно. Я даже не понимаю, лампа стоит, а ты вот... Мы никогда с нее ее не доставали. Несмотря на то, что белый стол стал, все равно... Вот. Может он отражает все, настолько отражает, что ничего не остается здесь. По-моему, свет ушел. Свет светлее. Свет ушел весь. Наверх. Я лампу не меняла. Вот. То есть что делает у нас программа Книдстайлер? Вот это она делает. Все остальные сервисы делают одну какую-то вещь. Одну операцию. Одну операцию. Да. То есть вот посчитать количество пряжи. Ну, это одна операция. Либо выкрико по образцу. Это одна операция. То есть внести в нее изменения вам уже не получится. Вот такая красота. И непонятно, что это зажевает такой. Вот такой кривой, кривенький, косенький. Вот такой перекосенький у нас получился. Вот. Где она тут, брутальность? Вот. Может быть, вы думаете, что это что-то напоминает? Нет, это ничего. Это напоминает поросенка. Это поросенок. Это напоминает поросенка. Исключительно поросенка. Так вот, что делает у нас программа Книдстайлер? Она экономит время, силы, эмоции. Потому что время вы все это делаете в программе, все это сохраняется. То есть у вас не потеряется. Вы можете в любой момент вернуться. То есть у вас ребенок не утащит. Силы ваши тоже не бесконечны. И эмоции отрицательные нам тоже не нужны. Поэтому все, что в этой программе, вы можете сделать, любое внесение изменений сохранить под другим проектом. То есть как бы у вас останется и первоначальное, и следом то, что вы делаете. Вот что мы делаем сейчас? Мы сейчас делаем носик по принципу первого поросенка. Да, давайте. Мы берем иголку. И вот там, где у нас была первая вот эта вот убавка в половину, аккуратненько вот так вот простегиваем по кругу. Это видно. То есть даже если вы плохо видите, что... Картошечка. Вот я думаю, а мне почему-то арахис напомнило. А цветом? Цветом? Ну не знаю. Ну вот картошечка или киви. Ну напоминаю также, что вы не забывайте, пожалуйста, ставить лайки. Если не нравятся дизлайки, как бы нас это не обижает. Это просто говорит о том, что наша продукция вам не подходит. Как бы мы в этом не виноваты, что вам она не подошла. Ну и не забывайте нажимать кнопочки соцсетей, чтобы это видео оставалось на ваших аккаунтах, чтобы посмотрели еще кто-то. Я тут недавно получила письмо. Не, не письмо, а в общем комментарий какой-то. Увидела вашу свинку на осинке и потерялся он покой, пока не нашла это видео. Вот, честно говоря, я даже не знаю, как оно там без видео, потому что я только видео выкладываю, как оно оказалось на осинке без видео. Ну скрин кто-то сделал. Ну не знаю, ну вот так вот. Поэтому вяжите. Дружки наши эмоциональные, позитивные, вяжутся легко. Выглядит необычно. Это все-таки, да, это все-таки не крючком. Крючком очень тяжело, они очень красивы крючком, но чтобы крючком воспроизвести, это надо, конечно, реально учиться и очень много вязать. Поэтому, чтобы красоту связать крючком, нужно быть мастером. Чтобы связать красоту. Ой, слушай, как красиво он у тебя, это приподнято так, да, да. Несимметрично. Вот то, что мы делали, несимметричные убавки-прибавки, вот получился носит такой тоже несимметричный. Вот он. Симпатичный. Вот он симпатичный, да. И на него мы сейчас пятачок наклеим. Ну вот, опять Вилана спрашивает, а где можно купить эту программу? Ну, сейчас расскажем. Так, либо побольше. Он неусловно бесплатный, говорит Марина. Он неусловно, он просто бесплатный. Просто есть несколько версий. Да, есть несколько версий. Если вы с коробочкой покупаете, это очень дорого. Ну, не очень, но если сравнивать с другими программами, то незапредельно. Но сама программа, она бесплатна. Ее можно скачать на сайте производителя КНИДСТАЙВЕР. То есть мы распродажей и распространением программы не занимаемся. То есть это не наша юридикция. Вы идите на сайт производителя, там у него бесплатно все это выложено в свободном доступе. Наталья пишет. Если мне надо вязать спицами, я строю выкругу в мидстайле, заношу петельную пробу, записываю все прибавки в бабки в тетрадку и спокойно вяжу, не заглядывая в компьютер. Все получается отлично. Ну да, да. Так, выбираем нос. Виктория говорит, ключком нужно тянуть сильно. А я вообще игрушки вязать не люблю, а смотреть люблю. Не знаю, вот это все-таки. Ну так вот про коробочку мы сейчас еще с вами как раз тоже и расскажем, что там за коробочка такая и что это означает. Для использования программы к мидстайле нужен самый простой компьютер. Почему? Потому что программка старенькая и современные компьютеры для него слишком мощные. Он за ней не поспевает. Я всем рассказываю, что у меня рядом с машиной стоит старинный старинный ноутбук, у которого всей памяти 3 гигабайта. Вот он такой. Он маленький, аккуратненький и больше ни на что не годный, кроме как на содержание этой программки. И хватает. То есть это единственная машина, которая не виснет с этой программой, потому что они отлично друг друга дополняют старый Windows, старый ноутбук и старый гидстайле. В общем, здесь эти ядерные процессоры не очень любят эту программу. Они частенько конфликтуют. То есть конфликты бывают такие, что там глючит, постоянно что-то ломается, не работает. Поэтому чем старее и проще ваша машина, тем вам легче будет. Не мелковат? А этот совсем не хорош. Ну ладно, если что, можно будет вот как бы это потянуть. Вот. Нос. Сейчас мы его пришьем поаккуратнее, поактивнее. Так вот, дальше. Возможности программы к нидстайле. Первое. Это выкройка. Что у нас здесь есть? Конструктор стандартных изделий. Создание выкройки на любой размер. Простой, но функциональный редактор выкройок на любой размер. То есть это вот мы с тобой писали, это мы шли по описанию программы. Мы не по описанию, мы по возможностям. То есть в программе есть конструктор, вы можете выбрать то, что заложено производителями. И там в основном изделие верхнее. То есть там нет брюк, там нет ничего, но это вы вполне можете сделать сами. То есть эта программа позволяет любые конструирования. Вносить туда дополнения. Дополнения и конструирования абсолютно любых вещей. В отличие от других программ, здесь можно конструировать все, что угодно. Конструктор подлежит редактированию. То есть вы сделали какую-то вещь, вообще без труда вы можете подредактировать ее под свой размер. Ну ладно, а что? Не, ну можно было остальное голову сразу сажать. Ну ладно, ладно. Отсюда перетягивайте. Хорошо, хорошо. Так, это мы сделали. Сейчас мы с вами займемся головой, чтобы уже с этим вопросом и закончить. Мы будем моделировать физиономию нашего свинки. И только после этого пришьем ушки. Потому что ушки и глазки будут выполняться по... В зависимости от того, что мы сейчас с вами сделаем. Не забывайте, где у нас шов. Потому что можно... Вот, девочки, вам не видно, а я вот смотрю рядом, у меня прям вот ощущение, что это мини-пик. Вот у нее такая морда круглая. Да? Нет? Отлично. Тебе не кажется? Да, да, да. Сейчас мы его вот так вот подошмем. Мини-пик. Прям вот мини-пик и все. Так, забираю куда-нибудь. Да можно там, где глаза, там сделать прокол. Вот я и делаю, да. Так я там и делаю. Делаю прокол. Вот они, будут глазки. И немножко мы подтягиваем... Лобик, да? Лобик, да. Делаем вот такие вот падинки. Если вы посмотрите на... Мы со Светланой вчера ночью разглядывали живых поросет. Проходили анатомию свинства и выяснили, что там, да, у них вот такие зажимы. И на это место... Глаза у них по бокам. По бокам, да. Они не спереди, никак у птицы. И в это место мы должны вшить глазки. Ну, вшивать глазки я буду не толстой нитью, а тоненькой, иначе через бусинки не попадать. То есть, данной конструкцией мы сначала делаем глазки. Ну, вот Виктория говорит, поэтому работаю с дизайн-книд. Мне больше нравится, красивее, возможности больше. Ну, вот сейчас... Это спорный вопрос по поводу дизайна-книда с возможностями, которые у него больше. Наталья считает, что дизайн-книд нравится больше тем, кто не до конца освоил книд-сайлер. Потому что я вот... Может быть, это мое субъективное мнение, но я сторонник книда, потому что у него возможности больше, кроме, наверное, конвертера. Потому что у него конвертер сильнее. Все остальное гораздо сильнее у книда. Так, вставляем глазки по бокам. Может, на хомяка даже похож. Может быть. Не, нормальные, хорошие глазки. Да, да, да. Меньше не надо. Они прямо вот сюда. Вот он. Так, мне нужна черная ниточка. Вот ты знаешь, может быть, их нужно даже вот так вот зашивать вот сюда. Они у тебя вот так вот зашьются. Да, мне нужна. То есть, к ушам надо. Сначала давай уши пришьем, а потом будем... Ну, давай, хорошо. Потому что к ушам как бы вот виднее будет. Давай к ушам. Берем уши, вставляем. Завязываю две нитки и начинаю... Колдовать. Колдовать. Будем зашивать ухом. Диагональ, диагональ, как она называется? Треголика, да? Треголика это... Да, диагональ. И... Корень из двух. Катит гипотенуза. Вот диагональ. Я вон что знаю. Вон что. Здорово. Так, прошиваю по гипотенузе. Делаю прошивку для того, чтобы сделать стяжку. Стяжка будет такая жесткая. Если посмотреть на анатомию свиньи, то у них ушки именно вот такие вот. Они стянуты. И за счет того, что мы их как следует стягиваем... Они в вороночку, смотри, сворачиваются. И они сворачиваются вот именно так бодренько, и как оно должно быть. То есть, уши у них начинаются из точки, и потом вот такие вот лопухи, и вот во все стороны вот так вот эти уши торчат. Вот, собственно, мы с вами вот так вот и сделаем. А имя не надо. И нечего вам видеть. Сейчас я все зашью вторую уху, и мы будем смотреть. Приходите посмотреть на готовую свинью. Ну, типа того. Так. Завязываю. То есть, мы ушко сложили в точечку. Как раз то, как эти ушки выглядят в реальности. Одну, берем вторую. Еще раз напомню, что ушки – это самые большие треугольнички у нас. Квадратики. Даже больше, чем ножки. Больше, чем ножки. То есть, вот у нас такая анатомия. Вот мы ее так изучили. Представляешь, какие мы с тобой двоечницы, да? Ушки больше, чем ножки. Ну, вот у нас вот такой. То есть, мы за основу взяли этот мультфильм «Тимон Пумба» и решили, что… На самом деле, мы сначала изучали анатомию «Тимон Пумба». Да. И очень долго смотрели. А потом решили, что… Ну, надо все-таки посмотреть на оригинал, вот с которого было это все слеплено. И поэтому пошли дальше уже смотреть анатомию реальных свиней. Да. И нашли вот где… То есть, иногда смотришь на что-то и не понимаешь, где твоя ошибка. Вот когда мы увидели оригинал, то есть, с чего свинью-то эту делали, мы поняли, где этот секретик. Еще совет по поводу квадратиков. Когда вы вяжете, делайте их симметричными. Зеркально. Зеркально-симметричными. То есть, начали с одной стороны, закончили с другой. Второй – начинайте с обратной стороны. Потому что, видите, швы, вот они, с одной стороны, с другой. Если вы сделаете одинаковые, у вас уши пойдут сшиваться в одну сторону. А так у нас абсолютно симметрия. Так гораздо симпатичнее. Ирина говорит, на кротика похож. Татьяна пишет, я со своей северянкой не пользуюсь никакими программами. Не знаю, нужна ли она для такой механической машины, как северянка. Ну, то есть, электроникой она не станет, это точно. Но жизнь вам облегчит однозначно. Так, вот уши. Вот наша свинка. Вот так вот, вот. Ну, точно мини-пик. Мини-пик. Уши у реальной свинки как раз находятся четко за глазками. Глазки по бокам, ушки, вот они в сторону, вот так вот и торчат. Вот так вот в сторону мы их и пришиваем. Вот она. То есть, эта свинка уже у нас все-таки более реалистичная, чем не фантазийная. Ну, скажем, что она сильно брутальная получается. Ну, слушай, ну, посмотришь. Ну, вот что обзываешься? Пока они не сильно брутают. Мне нравятся вот, вот она, пороси, поросенка. Вообще, очень прямо лично, прямо лицо. Да, прямо лицо. Потом берем и пришиваем ушки этими же нитками. Ну, вопрос такой нескромный. А если бы нам надо было 10 свинок навязать, ну, что бы мы с тобой вязали? 10 бы вязали, да. Я вообще даже не поняла, в чем вопрос. Нет, просто, знаешь, некоторые говорят, что вот одной и достаточно. Вот я все не могу успокоиться, потому что, ну, как бы, три – это вообще перебор. Ну, девочки, вот мы сравниваем три свинки. Я Наталье все время говорю, что… Что-то у меня тут коты походили. Я Наталье все время говорю, что если показать в самом начале самый сложный элемент, то все остальные элементы будут уже, ну, как бы, неинтересны, потому что они уже, ну, как бы, простые. То есть, если вы сразу начнете учиться прыгать там на лошади через кольцо, то вас уже, как бы, ничем другим, ну, как бы, вообще ничем будет не удивить, потому что для вас это все уже просто. Но если вы сначала начинаете жонглировать шариками там, потом какой-то еще там элемент, там, не знаю, прыгать через барьерчик, там, не знаю, закрытыми глазами, скажем, а потом ходить по проволоке, а потом еще что-то, то каждый следующий этап, он для вас будет вау, вау. Вот мы вязание свинок строили именно по этому принципу. Если бы мы вот эту свинью сделали, то все остальные свиньи бы никто вязать не стал. Но когда 33 свиньи это навязали, потому что они очень эмоциональные, вот, если вы получите чисто вот анатомическую свинку, то вы просто не будете вот эти игрушки вязать. Поэтому мы пошли по принципу тому, что на каждую свинку есть свой потребитель. Кому-то нравятся более реалистичные, кому-то нравятся такие фантазийные. Ну, я хочу сказать, что вот это более реалистичное и вязать-то подольше, прям скажем. Да, да, да. А то раз, раз быстренько связали и побежали. Вот как раз из этой серии. Такую свинку, такую. Ну, знаешь, 45 минут у нас еще с тобой, поэтому мы успеем все сделать. Две свиньки можно успеть сделать. Можно, можно. Ну, прям милая морда. Мне прям нравится. Прям нравится. Мне сама прям нравится. Ты уши как-то очень высоко. Это не собака все-таки. У нее по бокам. У нее уши вот и заглазка. Ушки у нее заглазка. Так вот, возвращаемся к программе Книтстайлер. Почему? Потому что все-таки мы эту программу запускаем в январе и мы хотим, чтобы те, кому есть, ну, те, кто не понимает возможности этой программы, присоединились к живому потоку. Потому что, когда в живом потоке, то вы видите, что присылают, какие присылают отчеты, какие задают вопросы. То есть это гораздо-гораздо интереснее изучать, когда рядом с вами люди делают то же самое. Так вот, на первом уроке идет у нас… А, нет, для чего эта программа создана? То есть это создание выкройек. Вот что мы сейчас видим? Какие-то точки, которые соединены. Что это? Это выкройка, это полочка. То есть это полочка. Но такой полочке у нас… Это спинка вообще. Я так вижу. А, спинка тоже полочками называется? Ага. Это деталь выкройки. Она может быть… Вот они не руках, спинка. Ну, хорошо, спинка. Такой выкройки в конвертере нет. То есть это выкройка, которую мы моделировали. То есть замоделировать в этой программе можно вообще что угодно. Вообще без программы. Потому что мы передвигаем эти точки и… Делается потом зеркальное отражение, у вас получается идеальная выкройка. То есть там не надо даже думать. То есть очень все просто, наглядно. Но все просто, когда вы понимаете, что вы делаете. Также есть калькулятор петельной пробы. Калькулятор петельной пробы тут хранится, в отличие от других программ. То есть вы сделали один раз, больше к этому возвращаться не надо. Потому что 10 у вас проб, значит 10 проб будет храниться. Значит, из возможности рисования. Что здесь есть? Огромная галерея узоров. Просто огромная галерея узоров, которую вы можете комбинировать. Удобный редактор узоров. То есть вы один узор можете превратить в другой. Можете соединить их, подстроить, перестроить. Убрать какое-то количество петель внутри этого узора. То есть подогнать его под другой раппорт. Возможность распечатки узоров. То есть вы можете распечатать и рисовать у себя на бумаге. И моделировать что-то там. Да, положить перед собой. Перед собой, да. Или вот сделали этот раппорт. И действительно, не в тетрадку, чтобы записывать. А с собой положили и в распечатки вяжьте. Конвертация фото или картинок в петельно-порядовую схему вязания. Это самое важное. Это для тех, кто любит жаккарды. Для тех, кто любит узоры цветные, красивые. Для тех, да. Для тех конвертер, он достаточно интересная игрушка. У меня девчонки, когда учатся, на конвертах зависают. Потому что даже вязать такое не надо, а вот создать восторг. Вот отдел рисования – это самое любимое, конечно. Рисование – да. Потому что это сразу наглядно. То есть то, что вы выкроек и настрой, это непонятно еще, когда и как у вас сделано будет. А рисование – вот оно. Ребенок вам что-то нарисовал. Да, и программу завели, вам только в нужном месте менять нитки. Рисование простейшее. То есть все прям наглядно и очень-очень доступно выполнено в программе. Ну, ты знаешь, мне кажется, что ты все-таки не совсем правильно сделала. Потому что у тебя уши торчком, а они должны вот так вот ракушкой стоять туда. Так вот тебе, пожалуйста, вот они стоят ракушкой. Ну ладно, ну ладно. Ну я бы просто говорю, что я бы пришивала вот не так, как ты в точку. Ты вот так вот пришивала, а я бы вот так вот пришивала колодцем. Ну, короче, толкости, да, уже пошли эти дизайнерские. Анатомии. Да-да-да, толкости знания свинской анатомии. Так, ну и дальше, когда мы возвращаемся к программе книг, если мы скажем. Или что мы сейчас возвращаемся не к программе, а к свинье. Так, вшиваем где-то глазки. Вот сюда мы вшиваем два гладика. А какая-то нитка тебе нитку дать? Ну, желательно, черную, тонкую. Глазки можно вшить вбок, а можно вшить, да, вот как мы посмотрели, немножко. А иголка у тебя есть? Вот эта иголка? Вот она у тебя. Да, да, есть. Вот. Немножко вот туда вот внутрь. То есть зашивать можно через ушко. Потому что если вы напротив, то у вас глазки вот вбок будут смотреть. Ну, тут уже мелочи. Мне кажется, что это уже действительно мелочи. Да, куда там, как углазили. Сильно, далеко туда не втягиваю. Вот здесь где-то. Они все-таки у него более близко к этому. Вот посерединке вот это. Я думаю, что будет симпатичнее. Тогда оно будет четко смотреть вбок. Нет, а мы можем за уши вытянуть. К ушам подтянуть. Еще и туда вот как бы... Да. Здесь мы по принципу чулочной куклы моделируем вот это местоположение, исходя из того, где нам хочется, чтобы были глазки, и как они будут у нас выглядеть. Заодно подтягиваются ушки, и создается еще и зеленой эффект. Еще по полу христиану. Еще один эффект. Вилла говорит, вы совершенно владели текстильной пластикой. Смешная мордочка Светлана пишет. Марина говорит, Ольга, на Windows 10 у меня пошла более старая версия, обновления не устанавливаются. Ну, это я так понимаю, по программе, в принципе. Лина говорит, я связала три свинки, мне еще три нужны. Ну, здорово. Я надеюсь, что Лина не голосовала против того, что нужна еще четвертая свинка. Лена пишет, давно хочу освоить книг, хотя у меня перфокарточная машина. Так а что хотя? Хотя. Хотя. Это не хотя. Ну, книг это выкройки прежде всего. То есть не надо думать, что книг это узора и электронная машина. Книг это прежде всего выкройки, помощник и именно выкройка. Любой узор уберите, вяжите узоры перфокартами. А выкройки для вас будут делать программу. То есть это же так удобно. Это реально удобно. Татьяна пишет, а здесь ссылка в галерее. Можно распечатать перфокарту на 24 петли? Вот по поводу распечатки перфокарт создавайте. Нет, перфокарты не распечатаны. Их набивают. Их набиваете. То есть вы можете распечатать на бумаге, а потом сидите себе набиваете. Сидите, набиваете перфокарты. То есть вот распечатать перфокарты нельзя, потому что книг создавался под электронную машину. С перфокартами тон не связан, но никак. Белла говорит, я поняла, это дикий кабан. Да, это брутальный дикий кабан. Правильно. Вы правильно поняли. Мы решили сделать новогодний подарок. И самую крутую свинью мы приготовили напоследок. То есть сначала мы хотели, чтобы самой крутой свиньей была девочка, но потом поняли, что можно сделать еще круче. Поэтому я надеюсь, что свинка будет крутая. Так вот, если мы возвращаемся к программе Книтстайлер, нам хотелось все-таки про нее рассказать. Потому что действительно очень много непонятностей. И большинство не понимает, что это программа, которая не делает вашу северянку или неву электронной вязальной машиной. Все именно считают, что да, купив адаптер, вы получаете электронную машину. Скачаю бесплатную программу, и будет у меня электронная вязальная машина. Нет. То есть вам придется ручками делать эти перекладки, переставлять нитки, отслеживать ряды. Все это вам придется делать. То есть вам не удастся сидеть, смотреть телевизор, пока у вас машинка вяжет. Так вот, превращение рисунка из картинки в рисунок на Книтстайлере. И то, как он будет выглядеть уже у вас на вязании. Вот это как бы одно из заданий, которое выполнено было у нас на курсе. Это кофточка, которую мы вязали на курсе, не помню тогда на пятом или на каком мы вязали, Валентина Кашутина. И это вот на своем мальчике она связала вот такую с кошечкой, со следами, именно в этой программе Книтстайлере. Это был отчет, который она прислала по окончанию уже через какое-то время. И связывание было на Неве 5. Да, на Неве 5 руками. Так вот, что такое галерея готовых узоров. Это вот огромное количество, вот они вот такие. Когда на них смотришь, ты не понимаешь, что с ними можно сделать. А на самом деле, если поковыряться, то можно из них скомбинировать. То есть не обязательно этот рисунок может быть такого цвета, он может быть любого цвета. И вот эти всякие зайчики, собачки, кошечки в огромном количестве. То есть это можно подобрать и скомбинировать, из них нескольких сложить, чтобы это не монотонный узор был, вот такой вот, все платье вот в таком узоре или вот в таком. А это какой-то фрагмент. Вырезаете фрагменты, создаете из него свой узор. Ну и дальше, что у нас получилось? Очень симпатичная морда получилась. Вот то, что у нас получилось, физиономия. Но это еще не все. С физиономией мы еще не закончили. Мы потеряли одну деталь, которую мне придется вязать. Давай сейчас ноги, а потом либо деталь прям вот ее... Слушай, деталь, ну у меня вот пряжа не нашлась, а ты говоришь, деталь найдется. Может она по компьютерам лежит? Не лежит. Очень жаль. Очень-очень жаль, не хотела. Не знаю, а ты не унесли. Вот где она может быть? Где угодно может быть? Так, хорошо. Вот наша свинка. Не надо вязать. Главное поставить цель. Я очень не хотела вязать. Детальку, все. Вот. Тем более она уже... Не, она еще не зашита. Ее надо зашить. Задания не было. Мы сейчас будем с вами выполнять ножки. Давай скажи мне, что зашить? Вот уголок зашить. Вывернуть на из лица? Да, да, конечно. Ножки. Как я вам сказала, кто не слышал, еще раз акцентирует внимание ваше на такой детали, что детальки выполняйте симметричные. То есть, так, вот у меня две маленькие детальки. Это две маленькие у меня спереди. Передние ножки. Вот они. Сейчас я их выверну. Они должны быть симметричные, иначе будет нехорошо. Они будут по-разному пришиваться, по-разному смотреться. Будет очень кривенько. Это не украшает. Наталья пишет, свинку номер один вязала с внучкой. Она с удовольствием вжикала кареткой. Я чуть придерживала, чтобы не сильно разгонялась. Набивала свинку сама, решка, и глазки тыкала тоже. Я не смогла забрать ее изделие. Носит с собой везде. А гордость это сколько? Это в том-то и дело. Это детские игрушки. То есть, не надо... Мы никогда не говорим, что мы вот связали супер, супер, что-то за бешеные деньги продадите. Нет. Это радость для детей. Радость для себя, потому что, ну, понимаете, ну, платье вызывает удовольствие, когда вы его свяжете. Через два дня. Здесь вы получили удовольствие через, ну, не знаю, через 40 минут. То есть, живем здесь и сейчас, я бы сказала так. Так, я вот это что делаю? Обрезаю? Да, да, это не нужно, потому что это только пометка, что это отдельная деталь. Так, вот, немножко набить ногу, потому что она тряпочкой является. И прямо под поросенка, вот, прикладываем под шею. Уголок как раз отлично, видите, ложится на тело, и где шов. Подкладываем поближе и прикалываете одну ногу. Сейчас симметрично отколем вторую ногу. Все, кто пишет классно, не забывайте ставить лайки, не забывайте нажимать кнопочки соцсетей, чтобы это видео все-таки отражалось на ваших аккаунтах, чтобы приходили новые люди, потому что чем больше народа, тем веселее результат. Мы вяжем все-таки не для себя, мы все время говорим о том, что если бы не было зрителей, мы бы этого в жизни бы никогда не вязали. Вот второй, вторая нога, вот они. Точно так же прикалываем, сейчас их пришиваем. Уже мини-пик, ну просто мини-пик. Ну, не дикий кабар, получился мини-пик. Вот его ножки, вот так вот он стоит. Пришиваем. А те ножки потолще? А те ножки потолще, либо у меня задние побольше. Нет, на задние надо побольше. Я вот сейчас вспоминаю, какие у меня ножки-то побольше. Наверное, передние более мощные, а задние, да. Да, да, да. Мини-пик. Переставляем ножки назад. Мне кажется, ты мало набила их. А это не набить, очень скользкую. Ты чуть-чуть под шею, а потом туда начинаешь вколачивать. И тогда оно у тебя уложится. Наверное. Так, перекалываем ножки назад. Ой, какой классный, говорит Рубинила. Нам тоже нравится. Спасибо. Если все получается, как задумано, он еще и стоять на ножках будет. Если хорошо, подобьете. Вот, кстати, это из... Вот, пока он должно быть видеть. А где-то... Ой, не надо. Этого показывать вообще не надо. Да почему? Ну, потом покажем. Провязку. Мы в прошлый раз показывали, из чего балеринка вызвала шок. У нас такого зрителя, откуда что берется. Вот у нас такого же плана провязка есть на мини-пига. Так. Ну, а что, мы готовимся. Мы же не просто так вот пришли и обо что сделали. То есть мы попробовали два предварительных варианта. Третий вариант мы вот вяжем с вами. У нас такого еще не было варианта. То есть все было около-около, но не такой. Что тысяч. Ну, значит, если мы вернемся... Нам все-таки хотелось, пока Наталья тут это делает, рассказать все-таки про управление вязанием программы Knit Styler. Значит, что такое управление вязанием? Это вязание самого узора. Это смена цвета. Это отслеживание убавок-прибавок. Переключение режимов для электронной вязальной машины, если у вас электронная. Если ручная, значит, вы все это делаете ручками. И подача различных звуковых сигналов на разные операции. Это очень важно, потому что, когда вы вяжете бесконечное платье, то вам нужно отслеживать смену цвета, смену узора. То есть, вы можете все это запрограммировать, машина вам будет... Ну, она по-рубому. Компьютер будет вам пиликать. Не машинка, а компьютер. И будет вам рассказывать. Вот что мы здесь видим? Раздел вязания. Это раздел вязания. Здесь мы видим деталь, которая у нас находится в работе. И находимся мы с вами на 96-м ряду. Справа у нас 44 петли, слева 46. Калетка у нас находится слева. И мы отслеживаем, что через 21 ряд у нас с вами будет первая операция. Когда мы пройдем 21 ряд, машина издаст неприятный звук. Мы остановимся и будем с вами делать убавку. То есть, что такое программа Книдстайвер? Это вот вывод. Это легкое управление электронной вязания машиной. Это интерактивные подсказки для механических вязальных машин. Ну, интерактивные они идут для всех. Значит, свобода от контроля вязания. То есть, вы не должны контролировать сами. За вас это сделает программа. Если есть ошибки, то это ваше неумение вязать, а не то, что вам программа построила неправильную выкрику или посчитала петельной пробой. Я хочу сказать, что программа не ошибается. Потому что у меня у девчонки уже было такое, что я ее прошу, она мне связала ерунду, а я все делала правильно, стали разбираться. В петельной пробе не ту пробу внесла. То есть, в два раза уменьшила пробу. То есть, надо было 30, а я написала 15. Ой-ой-ой, а программа-то не ошиблась. То есть, она сделала все, что просили. Поэтому наша задача – это снять правильные мерки, сделать точную петельную пробу, откорректировать свою выкройку под особенности фигуры. Вот тогда эта программа будет у вас идеально работать. То есть, мы сейчас просто через край аккуратненько подшиваем. Так как у нас нитки и одного цвета с этим, то задача подшить так, чтобы не бросалось в глаза, аккуратненько все это сделать. Да. Ну, я бы, конечно, набивала ножки посильнее. То есть, оставляя маленькую дырочку и туда подпихивая. Ну, так уже куда она? А, ну ладно, тогда ладно. Толстая нога. Тогда ладно. Все, я бы не так. Вот возьми и делай. Вот критик. Представляете, как я живу? Сплошной критик. Все время все не так. Ну, так вот, три варианта использования программы. Применение книдстайля при ручном вязании. Что такое ручное вязание? Спицы. Мы в этом случае управляем, точнее, контролируем то, что мы вяжем, с помощью мышки. Это создание выкройки. То есть, вы можете ее делать в компьютере. Хранение выкройки в компьютере. Отправка выкройки, если вы с кем-то меняетесь. Создание, хранение, отправка узоров. То есть, вы можете меняться, вы можете покупать, потому что есть мастера, которые создают выкройки и продают их. Можно, даже не умея вязать, создавать, просто заниматься созданием этих выкройок. И зарабатывать на этом деньги. Да, и зарабатывать на этом деньги. Значит, отслеживание вязания в ручном варианте и сохранение внесенных изменений, которые вы сделали. Вы можете сохранять, выкройку можете не сохранять. Что мы здесь видим? Это процесс вязания рукава. Итак, от рукава с узором. То есть, вы можете следить за... Почему вот это выглядит так, а это выглядит так? Ну, потому что одно порядное, то есть, квадратик, он так и будет выглядеть. Когда мы видим деталь в петлях и в рядах в виде квадратика, то он будет выглядеть перекошно. Поэтому очень многие говорят, я что ж такое нарисовала, у меня деформировано все. Да потому что петли и ряды не одинаковые. И ждать, что они будут у вас прям идеально соответствовать вашей просьбе, ну, не стоит. Потому что машинка рисует квадрат. Но при этом отслеживается все как надо. В этом случае линейка, вот эта линейка, вот эта, где находится ваше местоположение... При провязывании ряда, мы сейчас о чем говорим? Ручной? О ручной. Линейка двигается ручками, верни назад. Вот там вот есть, вот в этом месте у нас вверх-вниз, мы просто нажимаем кнопочку и передвигаем линейку ручками. И программа точно так же издает звуки, потому что она к компьютеру, к машине никак не привязана. Она сама по себе. Она дошла до смены чего бы то ни было и издает звук. Узоры и ряды провязываются ручками. То есть вы дошли до какого-то узора, вам схема показывает, сколько игл на каком-то узоре, на белом, на красном, на зеленом. Вы это все руками выдвигаете, задвигаете, делаете провязку одним цветом, другим цветом. А если у вас перфокарта, вы ничего не делаете, у вас машина и так вяжет узор сама. Применение программы для машин без электроники. То есть вот там мы говорили про спицы, здесь мы говорим для машин без электроники. То есть к машинам без электроники относятся всевозможные механические машины, а также машины, которые, ну об этом чуть позже, машины, у которых не установлены программы. Да. Так вот, пожалуйста, наша машина НИВА-2, компьютерная программа, подключается с помощью специального устройства, которое отслеживает нахождение вашего процесса вязания в нужном месте. Вот мы сфотографировали процесс вязания на этой вязальной машине. Наличие программы не меняет возможности машины, потому что многие искренне считают, что купив программу КНИТ или дизайн, они получают электронику. НИВА никогда не станет электронной, как бы вы ее об этом не просили. То есть адаптер всего лишь двигает линеечку на экране, больше у него задачи никаких... Это чего? Только вот мне вот это заниматься, приобретать этот дизайн ЛИВА-2 только для того, чтобы двигать линеечку? Ну, не только для того, чтобы линеечку, это отслеживание. Это адаптер. Создание выкройки, создание узоров, хранение всех этих выкройек в бесконечное время, это делает ваша программа. То есть линейкой вы как бы не обойдетесь. То есть храните в тетрадочках, либо храните в компьютере. Так, теперь мы переходим на дополнительные ножки. То же самое делаем, чем дополнительные? На передние. Дополнительная пара ножек. Это передние ножки. То есть они немножко побольше. Это пара вторых ножек. То есть одни были 3,5, а это которые 4. И делаю то же самое, только пришиваю их вот на переднюю часть. Ну, можно делать одинаковые, но мне кажется симпатичнее, когда у него пятачок кверху задран будет. Поэтому мы ножки чуть-чуть побольше сделали, и у него пятачок будет все-таки кверху немножко. Ну, мы постараемся так сделать. Ой, какой классный. Так, здесь то же самое. А где же в натурале посмотрели? Ну, где интернет открыли и посмотрели. Фото, фото, поросенка. Там такие физиономии смешные. Да. Так, смотрим, где у нас пузико. Смотрим, куда мы их приставляем, эти ножки. Вот точно так же, видите, чтобы была лопатка. Вот ножки, вот так они будут выглядеть. Прикалываем одну, прикалываем вторую и пришиваем. Знатная хрюшка, Анастасия пишет. Марина пишет. А, кстати, перфокарты отлично вводятся в программу? Ну, девочки, у нас перфокарты нет, поэтому вот сказать, как она вводится туда, и, то есть, вводится-то она вводится, но набивать вам ее все равно придется ручками. То есть, программа, она вам дает только вот эту схему, как нужно эти, где смену цвета и все остальное, но она вам не сделает, не сделает за вас. Марина пишет, в программе главное сделать петельную пробу и завести данные в нее, и ваша фантазия вперед. Да, да. Для этого она... Я писала, что на нишке внук устроила выкройку сама. Ну, какой-то брутальный. Это поросеночек маленький, это маленький поросеночек. Поэтому, не какой-то вопрос, все равно сделаем брутальным. Хорошо. У вас будет мини-пик, брутальный кабан. Хорошо. Потенциальный кабан. Значит, возвращаемся, пока Наталья применяет это, двигаемся по программе Книдстайлер. То есть, напоминаем, что применение программы Книдстайлер не делает вашу машину перфокарточной, либо электронной, то есть, не меняет возможности программы, но дает дополнительные возможности для создания выкройка и создания, проектирования изделий. То есть, создание выкройки, хранение выкройки, отправка выкройки, создание, хранение, отправка узоров, отслеживание вязания в автоматическом и вручном. То есть, если у вас машина механическая. И сохранение миссионных изменений. То есть, это то, что может сделать программа, если ваша машина является механической. Адаптер передвигает линейку. Линейка – это ваше местоположение на выкройке. Но ряды провязывает машина, узоры провязываются руками, либо перфокартами. То есть, вжигаете кареткой, а узоры вы выдвигаете иглы и меняете нити ручками. То есть, перфокарочная машина не становится электронной, не вяжет узоры, которые превышают ширину перфокарты. В отличие от, если мы можем создать выкройку, аэропорту, который не 24 петли, как перфокарты, а 180, либо на 200 игл. То есть, узоры, которые… Красивые узоры. Очень красивые узоры, такие панорамные. Вот они создаются именно в таких программах дизайна и книг. Почему? Потому что они превышают ширину перфокарты. Ручная машинка все равно остается механической, как она и была. То есть, она не превращается в электронную. И если ваша программа… Точнее, если у вас машина Silver 840, то применение к нейстайлер именно для этой программы, точнее, для этой машины создавалось, и поэтому для нее самое правильное – это применение. Так вот, у нас программа… Точнее, у нас машина Silver 840. Она подключается через специальное устройство, которое в быту называется коробочкой, потому как вот коробочка она и есть, чтобы женщины не путались, названа коробочкой. И что делает в этом случае программа к нейстайлер? Создание выкройки, хранение выкройки, отправка выкройки, создание хранения и отправка узоров, автоматическое отслеживание вязания и сохранение всеных изменений. Автоматическое вязание узоров. Да, и автоматическое провязывание узоров. То есть автоматическое отслеживание вязания, то есть машина сама отслеживает, где вы находитесь, не надо руками ничего двигать, и автоматическое провязывание узоров. То есть эта программа создавалась для этой вязальной машины, и поэтому она выполняет ровно то, что она должна выполнять. при условии того, что у вас есть вот это устройство, которое называется коробочкой. Так вот, различие между коробочкой и адаптером. Если мы сложим адаптер для механических визуальных машин и коробочка для машины SilverReed 840, то мы понимаем, что SilverReed уже сконструирован так, чтобы иметь какую-то возможность подключиться к компьютеру. Вот он подключается через вот это устройство. Механические визуальные машины не имеют никаких выходов, куда можно электронику подключить. И поэтому адаптер выполняет немножко другую функцию. Функция адаптера. Исключительно двигать линейку по выгодке. То есть вы можете сидеть, смотреть на экран, и вам все равно показывает, где вы находитесь, но вы можете двигать ручками, передвигать каждый раз мышкой, передвигать эту строчку выше. То есть это единственная функция адаптера. Адаптер можно приобрести по ссылке под видео. Специально мы связались с производителем адаптеров, потому что его можно сделать самостоятельно, но его же можно и купить уже готовый и просто не думать. Либо мы двигаем ручкой линейку по выгодке самостоятельно, либо же мы покупаем у того, кто уже сделал, либо делаем сами. Потому что модернизировать мышку, чтобы она у вас передвигала иглы, можно самостоятельно, если у вас в доме есть мужчина с гирконом, то он вам это может сделать. Если, вот я, например, не могу себе позволить мужчину с гирконом, поэтому я не вижу. Исключительно поэтому, да. Вот Наталья пришивает уже четвертую ножку, а мы перейдем к тому, что такое функции коробочки, которые я вам показывала для программы, точнее для машины SilverReed 840. Функция коробочки – двигать линейку по выгодке и соединять два компьютера. Компьютер в электронной визуальной машине SilverReed 840 и компьютер, который у вас на столе, на котором вы создали свое изделие, на котором вы отслеживаете местонахождение. И автоматическое провязывание узоров. Вот эта функция коробочки – автоматическое провязывание узоров. Ни на какой другой программе, точнее ни на какой другой визуальной машине, кроме 840 SilverReed не будет это выполнять. То есть применение никаких… Применение никаких… Какой слабый какой! Прямо даже вот… Он сидит даже на попе. Да, он сидит на попе. Вот он сидит на попе. Вот он у нас получился вот такой слабый. Ну, давай, дальше. Так, хвост! Хвост мы связали. Куда-то я его уже делаю. Вот он. Как же без хвоста? Хвост поп… Ты давай, давай, а то у нас это время… Да, так я и делаю. Затягиваем хвост, пятачок, хвост крючком, пятачок… Нос пятачком. Нос пятачком, хвост крючком, да. Завязываем, пошиваем. Как же без хвоста? Свин без хвоста – это не свинь. Свинячий ребятенок. Да. Вырисок будет бруталом. Да. Вот очень-очень на ребятенок, да, вот он, хвост без него. Ну, какой же, какой же. Марина, специалист по гниду и специалист по перфокартам, говорит, есть набор перфокарт, фото на чёрном фоне. И как фото вводишь, вот, ну, Марина, мы не знаем. Вот с перфокартами, вот, девочки, вы чего не знаем, того не знаем. Вы понимаете, мы и не говорим, что мы знаем всё. Мы с вами делимся тем, что умеем. Вот умеем хряка связать, вот мы с вами поделились. Умеем с программой «Книстайлер» пользоваться, мы с вами поделились, и вы сможете пользоваться. Но перфокарочной машины у нас нет, и поэтому вот так сказать, как это делается, набивается, не можем. Марина, самое классное, если нарисована выкройка, то из неё легко сделать тёплый ДФЖ свитер. Двухфонтурный узакар. А, ажурную кофточку паншлейсом перерасчёт займёт реально несколько минут. Да, нисколько. Вы только вводите петельную пробу, и вот вас весь перерасчёт. Ткнули хочу этот узор. Всё. На этом машина всё сделала сама. В отличие от того, что нам руками придётся пересчитывать вообще всё, то здесь, так, покачивая ножкой, сели. И вам всё сделано. Но они думают, что это всё. Давай. Так, ну это не всё. Это реально не всё. Так, где у нас физиономия? Значит, мы решили, что нам не очень нравится у него такая вот простая. Нет, она простая, но она вот действительно, это ребёнок. А мы сейчас сделаем всё-таки бруталу. Кто хочет, останавливайтесь на детёныше. Надо ли? Ну, можно рот открыть. Думаешь, не надо? Вот смотри. Ну, давай. 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 Вот давай закрепим, где у него будут эти... Так, сейчас. Ты меня порвала. Почему? Я решила, что она внутри будет спрятана, и это никто не заметит. Я заметила. Так, мы делаем. Если вы обратите внимание на поросет, то у них есть ротик, и он вот всё время открытый, и всё время вот такой вот. Да. Вот мы его вот так вот, вот крепим вот этот вот к этому. И исходя из этого, тогда мы определяем, где мы у него будем рот делать. Ну да. И он улыбается. Вот дело в том, что они действительно реально кому-то бы улыбаются. То есть мы можем вот так вот сделать, и вот он у тебя будет улыбаться. Да. Подтягивай туда при пришивании. То есть можно не делать, можно делать. Мы вам покажем полный вариант, посмотрим, что получается. Может быть, будет хорошо, а может быть, и не очень. При пришивании туда подтягивай, чтобы это челюсть вперёд... Ну, в принципе, челюсть можно будет изогнуть немножко вперёд. А, вот так вот мне её вот сюда. Сейчас вот я её вот сюда вот подтяну, и она тогда будет вот здесь вот. Так. А мы возвращаемся к этому... К функциям коробочки и прочим. Так вот, вот так вот выглядит эта коробочка. И если мы понимаем, что программа Книстайлер бесплатная, она выложена в интернете, можно её скачать прямо с сайта производителя, то коробочка, вся фишка-то вот именно в этой коробочке. Где её взять? Это для электронной машины. Да. И она продаётся, то есть можно купить электронную вязальную машину без этой коробочки. Она стоит значительно дешевле. Вот эта штука стоит около 20 тысяч. 25 тысяч. Да, 25 тысяч. То есть её можно заказать. Так вот, именно благодаря вот этому устройству ваша электронная вязальная машина будет самостоятельно провязывать, выдвигать иглы и вязать вот эти все узоры, которые вот такие кропотливые, мелкие, на 200 петель, которые всех вводят в экстаз. Вот именно с помощью этого. Потому что очень сильно я сомневаюсь, что кто-то на вязальных машинах вот эти огромные полотна вяжет перекладками ручными. Потому что там действительно просто умереть. Вот. Вот именно благодаря вот этому устройству мы вот видим вот эти красивые картины. Так вот, на курсе, который мы создали и называется «Книстрали за 5 дней», первый урок – это знакомство с программой. Осваиваем принципы построения бэкрейка, задействуем основные детали программы. То есть это кнопки, которые нужно нажимать для того, чтобы программа у нас работала, которая используется при каждом построении. То есть строим на задную фигуру какую-то выкройку, заполняем простым узором и вводим готовые изделия в разделы рисования. Ям, ям, давай-давай. Ну вот, но это тоже еще не все. А теперь ты мне передаешь? Да. Сейчас я передаю нашего поросеночка Светлане. Я попробую его не испортить, потому что на самом деле я придумала, но оказалось, что иголкой туда невозможно его украсить. Вот. У него классный хрюндик, завтра обязательно надо вязать. Вот он сидит. Если этой губой, то клыков не хватает. Если это взрослый кабанчик, пумба, клыки, само собой. Клыки, само собой, да. Клыки обязательно, чтобы они отсюда торчали. Ну, сходи за белой пряжей пока. Я сейчас все унесла. То есть клыки-то нужно обязательно. Мы еще придумали, еще придумали еще одну фишку. Но я попробую это выполнить, потому что вы же понимаете, что я обычно голос за кадром и не сильно вижу. Но вот мы с Натальей этого поросенка, цвет его такой неказистый, выбирали именно из-за того, что у нас есть вот такая нитка, которая называется волчь. Волк. Волк. Да. Вот почему она рыжая, почему она называется волк, я не понимаю. Но суть заключается в том, что мы хотим у этого поросенка сделать какую-то меховую вставку. Но так как эта пряжа совершенно не позволяет, ну, как бы, она не проходит через, вот, как бы, иголкой, невозможно ее вязать. Поэтому здесь прокалываем, натягиваем вот эту ниточку и оставляем лежать сверху. То есть, как бы, вот продеваем, в общем, вот всеми доступными способами, не знаю даже, как это объяснить. То есть, нужно накидать на этого поросенка вот эту пряжу так, чтобы она здесь каким-то образом закрепилась. Потому что вот по-другому, ну, никак ее, либо вбивать войлоком, то есть, этим валянием, либо вот я вот так вот ее, ну, как бы, не очень аккуратно, но хоть как-то мне вот удается, я хочу сделать по спинке у этого поросенка вот такую меховую полоску. То есть, мы превращаем ее в реального кабанчика. То есть, как эта нитка вытягивается, вот я так вот и вытягиваю. То есть, у нас получается здесь вот такой вот чубчик. Ага, ага, давай, да. А ты можешь пока рассказать по программе, вот, что у нас там есть. Так, в данном случае мы видим с вами процесс вязания, потому что нарисовано. Это один из отчетов. Это отчет первого урока. Нарисовать по меркам, по точкам рыбу, бросить ее на вязание и посмотреть, как она будет вязаться. Вязать ничего не надо, надо просто отследить, где у нас количество петель, видите, слева, справа и так далее. То есть, это не переперелистывание. Так, ну это отчеты-отчеты, потому что наложить узор любой и посмотреть, как это будет вязаться. Видите, девчонки все накладывают разный узор. Вот здесь, кстати, видно, как происходит отслеживание петель. Конечно, трудновато такое вязать ручками, но главное поставить цель, у кого есть такой тоннель. Вот он, жаккард, две нити. Машина четко нам расписывает, где вот какая петля, где какая игла. Второй рукой-то выкройки. То есть, мы с вами, разобравшись с основами, с тем, как строятся основные простые формы, потому что нюансов много, точки, как ставятся точки, как двигается влево-вправо, как вверх-вниз. То есть, это как раз то, что требует навыка, чтобы при построении выкройки вы не задумывались. То есть, мы набиваем руку, смотрим основы, и на втором уроке мы уже можем переходить именно к выкройкам. Корректируем, берем программу «Конструктор», которая есть у нас вложена, производительная программа встроена, и корректируем по своим меркам, потому что программа произведена век 20 назад, и, соответственно, если вы помните, какая там была мода, огромные плечи, все бесформенное, никаких талий там, естественно, нет, вся длина, ширина, на усмотрение непонятно кого, поэтому мы корректируем для себя. Вот я сделала поросеночка, у которого беру кошачью щёточку, и я могу его причесать и начесать ему вот этот вот хребетик в любые стороны. То есть вот я его, всё, что навязала, я ему прочесала, и у меня получился кабанчик, у которого ещё и вот такой вот гребень. Это была моя задумка, ради которой этот поросенок весь вязался. Вот вы себе даже не представляете, из-за чего родился вот этот хряк. Ровно потому, что у нас была меховая пряжа, и мы её хотели куда-нибудь применить. И вот у нас... Клыки, 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 да. Клыки сейчас будем добавлять, иначе как-то чуть не хватает. Да, расчесаны в разные стороны, да, уши торчат. То есть можно здесь ему по спинке сделать побольше. Вы сами это примите решение. То есть можно сделать так, чтобы брутально спускалась ему там подмышки. Там ещё что-то. Это вот что угодно. То есть вы сами можете в каком-то месте больше, вот как бы по спинке больше, то так хвостик уменьшит. То есть мы вам просто показали, как это делается. Но вот, к сожалению, ниткой почему-то у меня не протыкается, потому что, во-первых, там синтепух, и через него не пробивается. То есть если бы просто трикотаж, то легко проходит. Через синтепух не идёт, но мы вот нашли такое применение, что мы сверху крючком. Ну, пожалуйста. Я клыки? Я клыки? Ты клыки, давай. А, я клыки. Ну, ладно. Значит, смотрим, где у нас будут клыки. То есть клыки у него обычно вот как бы по вот этим местам. Вот, то есть намечаем, где у нас будут клыки. И сейчас, пока Наталья про программу дорассказывает, я ему, значит, это создаю клыки. Я с белой пряжкой. Да. Так, так вот по поводу второго урока. Быстренько смотрим конструктор, корректируем выкройку и делаем выкройку по своему желанию, по своим размерам. То есть как испануть, мы создаём то, что мы хотим. Ещё раз скажу, что программа книг позволяет создать абсолютно любые выкройки, любых форм и конфигурации. Ограничений в этом плане, в этой программе нет. То есть задача второго урока – создание и корректировка стандартных выкройек чётко по своему желанию. Вы чего хотите, то рисуйте. Это как раз отчёты по урокам. То есть вот таких вот платьев, само собой, ни в каком конструкторе нет. Нарисовать дело пару минут. То есть очень всё просто, логично, программа действительно в этом плане продумана. Но ежели у вас есть желание замоделировать что-то, например, отрезать от одной детали, переставить к другой, тут придётся постараться, потому что такая возможность не включена в программу, но обойти эти ограничения можно. То есть мы в уроке обязательно делаем моделирование. То есть отрезаем одну деталь и приставляем к другой. То есть отрезаем плечико от переда и приставляем к спинке или наоборот. Третий урок – рисование. Это творческий урок для тех, кто любит жаккарды. Разбираемся с возможностями по созданию своих узоров, потому что галерея гигантская, огромная, но она опять же создавалась 20 лет назад, и узоры, честно говоря, немножко старомодны. Поэтому мы можем взять любые детали от любых узоров, скомпоновать что-то своё. У меня девчонки создавали морские пейзажи, когда кораблик огромный на всё пузо, и над ним чайка летает. Узоры крошечные, но из этих крошечных узоров можно выполнить большую чайку, большой корабль, все что угодно. То есть расширение, сужение, то есть достаточно качественно выполнено раздел рисования, потому что даёт возможности для творчества. Ну вот, смотрите, я один клык сделала, не знаю, какой-то он не очень хороший, но дальше я сделала ещё один зуб у него на челюсти, и сделаю то же самое с другой стороны. То есть вы сами смотрите, сколько клыков и в каком месте вы хотите. Вот я как бы не донтист по свиньям, поэтому вот где вижу, там и делаю. Не знаю, мне не очень нравится, но может быть вот так вот оно и должно быть. Так, ну вот, девчонки, как раз скорректируем узоры, когда берётся несколько узоров в разнобой, и из них создаётся новый. То есть мы один узор вплетаем в другой, корректируем его прямо по ходу, редактируем в проделе рисования. То есть видите, вплетание одного в другой происходит. Вот то же самое. Узоры каждый сам по себе взят, и сплетена из них единая такая вот система в одной цветовой гамме. Так можно создавать узоры для юбок, для кофт, для чего угодно. То есть берёте детали от одной из одного узорчика, складываете с другим, получаете что-то своё. Корректировка по полочкам. Мне очень не нравится, когда делают как попало. То есть вот как легло, так и пошли вязать. Такие оптические эффекты очень могут испортить фигуру. Сделать её кривой косой. Поэтому задача нашего курса научиться корректировать эти узоры. Видите, всё лишнее убрано, всё отцентровано, чётко по центру, никакие куски ниоткуда не торчат. Все детали очень логично ложатся. А бы как, вот не могу. Это не наш случай. Мы ничего не режем, мы ничего не делаем от точки начала и как пойдёт. Но то же самое с теми птичками. Отрезанные головы и хвосты это неправильно. Мы всё отрезаем и выполняем так, чтобы было красиво. Конвертор. Конвертор это вообще творческое дело. Мне очень нравится. Сейчас буду показывать картинки. Вы берёте что угодно и переносите на детали. Очень многие знают, что это такой вид для картинки. Мне очень нравится. Отчёта здесь нет. Но очень нравится. Девочка одна точно так же на полочке разложила татуировку своего мужа. То есть фотография плеча мужа. И на свитере можно вот такой вот изобразить. Очень такие вещи уникальны. Реально уникальны. Потому что, ну где вы ещё татуировку возьмёте? Сын. Связать такое, конечно, ну это уже другой вопрос. Но мы в любом случае можем создать базу для такого вязания. Вот собачка. Картинка из интернета. Переложена на квадратики. И вот она, пожалуйста, на полочке накрёте. Светлана уже показывала эту окошку, связанную на Неве 5. Вот так вот выглядит ребятёнок в этом изделии. Это наше отчётное изделие. Пятый раздел модели. Это как раз корректировка изделия мечты по своим размерам. То есть уже не выкройка берётся, а какая-то модель, которую вы хотели бы связать. В данном случае какой-нибудь жакет Шанель, который мы корректируем под своим размером. То есть мы берём фотографию и по ней строим выкройку. И заносим в раздел модели, чтобы эта фотография у нас осталась в программе на самом виду. То есть не внутри где-то, а на виду. Вот для отработки урока. Вот сюда помещаем отработанную. Вот она с описанием, с выкройками. Вот это отсюда можете брать и пересылать. Делиться, продавать и так далее. Отчёты у нас обязательно. Бонус выкройка медведя подушки. Но я думаю, что после курса вы сами можете этого медведя не вставать. Но для особо ленивых уже разработано изделие. Так, ещё раз. Не превращает эта программа вашей машинки в электронную. Не обучает моделированию выкройок. Не делает вас ассо-машиновязание. То есть вязать вы не научитесь. Не делает вас супер-дизайнером. Но сокращает время расчётов, разработки и вязания изделия. Это есть. Ну и так далее. Если вам это интересно, то и программа, и как купить адаптер под этим видео. Мы возвращаемся к тому, что всё-таки я сделала. Потому что я пришила хряку клык. Я в клыках вот как бы не сильна. Вот как представляю себе клык, так и сделала. Мне кажется, не совсем правильно. А также я ему простегала ещё внутри ротика, сделала розовую основу. Для того, чтобы какой-то у него ротик вот как бы не красный, а розовый открылся. И у нас получился вот такой поросёнок. На мой взгляд, он, не знаю, можно ли считать его брутальным. Но во всяком случае, он получился меховой и очень-очень забавный, очень пушистый. Очень похожий именно на поросёнка. Что получится у вас, я думаю, что мы узнаем уже. Можно остановиться на пиге, а можно сделать брутало. Да, а вы уже сами смотрите. То есть всё зависит от того, какого размера он будет. Какие вы будете применять здесь приёмы. То есть будете ли вы челюсть ему делать, будете ли вы мех делать у него. Будете ли вы клыки там и так далее. То есть мы вам показали по полной программе это изделие. Вы уже сами смотрите, какая модель вам нравится. Потому что мы с вами связали в порядке усложнения. Первая свинка, вторая свинка, свинка-балеринка и поросёнок-кабанчик-пумба. Поэтому я считаю, что на Новый год свиней у вас вполне достаточно. То есть на любой уровень, на любое владение вязальной машиной вы сможете связать какую-то себе свинку, если её готовы принять в свой дом. То есть если не является принципиальной позицией, чтобы свиней в вашем доме не было. Поэтому вяжите, присылайте, что у вас получилось. И надеемся, что с нашими свиньями ваш следующий год будет всё-таки более интересный, более позитивный. И тем более встретить вы его сможете достойно. Потому что такие игрушки всё-таки, если от вас их не ожидают, они принесут большую радость. Ну чего там, ничего нет? Ну пишет классно. Всех с наступающим Новым годом. Жадин пыталась сама свой конвертер, получился ужас. Ну там есть муансы. Да, именно поэтому мы и говорим, что мы готовы научить вас, и вы за пять уроков освоите вот эту всю программу. Потому что она ненаглядная. То есть есть вещи наглядные, по-другому не сделать, а здесь ненаглядные. Очень много вариаций, и непонятно, где ты делаешь ошибку. Но на самом деле программа достойная, она очень доступна и классная. Значит, если у вас есть сомнения, что вам дизайн нужен, а не книт, разница между книтом и дизайном в чём заключается? Только в том, что одна рассчитана была на машину. Вторая на сильвере, но у дизайна больше ограничений. Там более классный конвертер, но всё остальное, честно говоря, я предпочитаю скрыть. Короче, завтра мы запишем видео, о чём отличается дизайн от стайлера, и вы сможете это посмотреть и принять решение. Потому что работают они примерно одинаково, и если... Они примерно одинаковые, правда. Да, 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 разница в них небольшая. Ну, а на этом мы всё, прощаемся, и прощаемся в этом году, в 2018-м, и встретимся с вами уже в 2019-м. Я думаю, что начнём мы не с игрушек, потому что уже как бы будет не до этого. Будем вязать какие-нибудь носочки, шапочки, рукавички, что-нибудь такое, да, раскачаться. Чтобы раскачаться, потому что мы уже повеселимся, нужно будет какие-то более сурьёзные вещи. Вот с сурьёзных вещей встречу следующего года мы с вами и начнём. Но так как мы начинаем работать 11-го января, то мы с вами встретимся уже не 11-го, а где-то 15-го на вторничных вязальных посиделках. И надеемся, что очередная наша вещица будет для вас интересна и приятна. Восторг полный, великолепный свинь. Девчонки, спасибо, нам очень приятно. И с Новым годом. Тоже вас всех поздравляем с Новым годом. Хорошо, повеселитесь, отдохните, чтобы было до лета. Отдохните две недели, так, чтобы до лета хватило. Да, хватило этого запала до лета. Ну всё, мы с вами прощаемся и желаем вам счастливого Нового года. Приятно встретить, приятно проводить, остаться живыми. Ничего не повредить себе. Без травм, да. Ну, как бы отдохнуть. И если у вас есть возможность повязать в выходные, то надеемся, что вы тоже и повяжете. С вами была Светлана Амельян. Наталья Некрасова. И наш вязальный проект «Квадрат Некрасовой».